Начинаем с вашего разрешения. Заседание нашей секции сегодня объявляю открытым. Рада видеть всех участников и докладчиков, и наших гостей. И надеюсь, что мы будем работать очень оперативно с тем, чтобы доклады были информативны. И давайте сразу договоримся об одной вещи. Все преамбулы, все niceties мы оставим в стороне и сразу переходим к делу. В бейсикле наша задача обменяться лучшими практиками, лучшими идеями. Давайте сразу, уточнив свой контекст, откуда вы, с какой аудиторией работаете, какие идеи продвигаете в области языка, профессий и, соответственно, те наработки, которые у вас есть. Напоминаю, что докладчики имеют в распоряжении 10 минут. За 2 минуты до завершения этого срока вам наш технический модератор даст сигнал, что надо приближаться к концу. И через 10 минут ваше выступление заканчивается с тем, чтобы были вопросы. Я предлагаю вопросы писать в чате, так, чтобы это все видели и не было никаких звуковых наложений. И если вопросов будет много, возможно, мы их оставим на конец, выбрав по, в принципе, решению докладчика, какой вопрос он хотел бы осветить. И двигаемся дальше. Двигаться мы будем в последовательности, которая определена в программе, определенная логика в этой последовательности была. И чисто технические моменты еще раз по поводу того, что микрофон держим выключенный за исключением своих выступлений или когда мы хотим озвучить вопрос. И напоминание, большая просьба для тех, кто записался на получение сертификата о повышении квалификации, если вы еще не зарегистрировались, пожалуйста, не забудьте пройти по ссылке и зарегистрироваться. Как я понимаю, контакты Елены Алексеевны, наш технический помощник, сегодня у всех есть. На случай непредвиденных неполадок, за которые мы заранее приносим наши извинения, вы связываетесь с ней. И, соответственно, еще одна просьба о том, что, понятно, связь, вещь не такая надежная. Если проблемы возникают серьезные, мы переходим к следующему докладу, потому что закончить мы должны строго в 2.30. Вот, а теперь я приглашаю первого нашего докладчика, Марину Федоровну Лаженова. И, надеюсь, что программа все-таки у всех открытой. Компетентностно ориентированные формы оценивания юридического английского. Добро пожаловать. Добрый день. Я работаю в Одинцовском филиале МГИМО, работаю со студентами-юристами. Хотела бы вам представить доклад на тему «Компетентностно ориентированная форма оценивания юридического английского» на примере международного экзамена ILEC. Данная тема является актуальной, поскольку в последние 30 лет в Европе и в России в частности происходит модернизация высшего образования и его результативно-целевую основу составляет компетентностный подход. То есть на смену традиционным знаниям, умениям и навыкам пришли понятия компетенции и компетентности. Соответственно, если произошла смена результатов образования, это должно повлечь за собой изменения и в системе контроля. Но, к сожалению, мы видим, что до сих пор многие оценочные процедуры, процедуры контроля направлены на проверку именно знаний. То есть мы до сих пор измеряем компетенции через уровень освоенных знаний, через объем освоенных знаний. И с этим возникает необходимость введения новых компетентностно-ориентированных форм контроля. Как же можно осуществлять контроль компетентности? Поскольку компетентность, согласно соответствии с определением Зимней Ирины Алексеевны, является внутренним свойством, которое проявляется в поведении человека, то форма контроля должна быть направлена на крупные деятельственные формы, то есть на оценку именно поведения, а не отдельных умений. Поэтому традиционные формы, такие как тестовые формы или выбор предложенных вариантов ответа, или же, например, даже задания Use of English, не могут считаться эффективными, поскольку они направлены на проверку отдельных компетенций. Но в рамках данных заданий невозможно проверить сформированность социально-профессиональной компетентности. Эмпирическую базу исследования составили федеральные стандарты образования в КОС-3+, проекты 3++ и образовательные стандарты МГИМО по направлению юриспруденция. И в результате анализа данных документов были определены виды коммуникативной деятельности, то есть они же объекты контроля, которые должны уметь осуществлять выпускники программ бакалавриата и магистратуры. Это суть следующие виды деятельности, например, проведение переговоров, участие в дискуссии, составление различных видов писем, инструкций и так далее. Соответственно, если мы определили объект контроля, мы должны понимать, что соответствия между объектом и формой должны всегда соблюдаться. То есть если мы ожидаем, что в результате образования, в результате освоения программы образования должны быть, студенты должны осуществлять следующие виды коммуникативной деятельности, неэффективно, непродуктивно их проверять через такие задания, как раскрытие скобок, выбор правильного варианта ответа, поскольку они направлены на проверку отдельных компетенций. То есть мы должны проверять сформированность данных, данной компетентности только через деятельность, через поведение. Перейдем к анализу непосредственно экзамена ILEC. Это международный экзамен юридического английского. Он состоит из четырех частей, которые соответствуют четырем видам речевой деятельности. Чтение, аудирование, письмо и говорение. Вот, например, одно из заданий части чтения. Для студента предоставлен текст юридической направленности. И в анализе я опиралась на два критерия. Это аутентичность и профессиональность. То есть аутентичность, насколько сам тип информации является аутентичным, а профессиональность, насколько данное задание соответствует реальной деятельности юриста. Сталкивается ли именно с таким заданием, да, с такой деятельностью юриста в реальной жизни. Итак, данный текст является аутентичным. Он взят из юридического источника, он посвящен ошибкам в праве. Действительно, это важное умение для юриста читать и понимать, работать с данными текстами. В то же время, в само задание, да, то есть инструкция к нему, студенту требуется, чтобы он выбрал, значит, правильный вариант ответа, да, ответил на вопросы по тексту тестового вида. Соответственно, здесь мы видим, что это задание тестового вида, четыре варианта ответа, то есть минимум 25% это вероятность угадывания. Тем более, задания тестового формата, они задействуют функцию узнавания, а не воспроизведения, то есть это тоже недостаточно точная процедура контроля. И в целом, само поведение студента, да, он демонстрирует поведение, это выбор правильного варианта ответа. Это не соответствует деятельности юриста в реальной жизни. Поэтому данное задание не может быть рекомендовано к применению, не может считаться компетентностное ориентирование. Далее, задание части аудирования. Здесь предполагается, что студент слушает консультацию между юристом и клиентом. Оно является аутентичным, поскольку действительно взята речь юриста-клиента, она освещена профессиональным темам. Действительно юристу важно понимать, что говорит клиент, работать с этой информацией. Но, опять же, задание тестового формата и ему присущи те же недостатки, которые я только что назвала про задание части чтения. Далее, продуктивные виды деятельности, то есть раздел письмо. В данном задании студент, у нас ситуация для студента, в которой он должен передать материалы дела своему коллеге. Данное задание является и аутентичным, и профессиональным. Действительно, такое часто случается, что юристу необходимо взаимодействовать со своими коллегами. И это, возвращаясь к видам коммуникативных деятельностей и стандартов, действительно написание различных видов писем проверяется через соответствующую деятельность, написание меморандума. То есть данное задание может быть рекомендовано к применению, оно действительно направлено на проверку сформированности компетент через соответствующие поведения. Задание раздела «Говорение». Здесь студент должен проконсультировать клиента по вопросу осуществления инвестиций. Даны также темы, отдельные пункты, которые необходимо осветить в речи. И опять же, консультирование клиентов действительно является, по профессиональным темам является одним из заявленных результатов образования в соответствии с стандартами. И данное задание проверяет именно то, насколько студент может выполнять соответствующую деятельность. Задание является аутентичным и профессиональным. То есть по результатам анализа мы видим, что задание разделов «Чтение и удерживание», то есть рецептивные виды деятельности, направлено на проверку отдельных компетенций. Опять же повторюсь, что компетентность – это многоуровневое и целостное качество, которое не может проверяться через отдельные умения. Задания продуктивных видов речевой деятельности, письмо и оговорения, они действительно могут быть названы компетентностно-ориентированными, и поэтому их можно рекомендовать к применению. Осталась две минуты. Соответственно, опять же, коммуникативная компетентность – многокомпонентные явления, внутренние структуры которого едины. И при выборе форм контроля необходимо помнить, что формами контроля должны являться только те формы поведения, в которых реализуются все уровни компетентности. И мы видим, что даже в международных экзаменах не все задания являются компетентностно-ориентированными. Действительно, многие из них также используют традиционные виды контроля, и поэтому это свидетельствует о необходимости дальнейшего исследования темы. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Вопросы, какие в чате, ничего нет. Вопросы в устной форме возникли. Я думаю, что можно убрать презентацию, так чтобы мы видели хотя бы как-то слиться друг друга. Есть вопросы к Марине Федоровне? У меня возник вопрос в отношении критериев. Это замечательно интересный подход к деятельности. А как на практике вы предполагаете оценивать, скажем, насколько владеет данный студент компетенцией в ведении переговоров? По каким параметрам, по каким критериям? В целом, в исследовании именно разработка критериев не проводилась. Как тема исследования, это все-таки отдельная большая тема. Но в целом, я думаю, что за основу для каждого вида речевой деятельности необходимо проводить соответствующее оценивание. Допустим, если мы говорим про проведение переговоров, все-таки это традиционные критерии. Accuracy, fluency, они должны оцениваться. Но также, поскольку это все-таки английский для специальных целей, юридический английский, также должен быть критерий и соответствие, то есть профессиональный критерий. То есть насколько то, что говорит студент, соответствует еще и его профессиональной деятельности. То есть я думаю, что критерии должны быть как касаться языка такового, то есть традиционные критерии. Ну, допустим, можно взять за основу из разработанных Советом Европы шкалу СЕВ, и в то же время необходимо подключить и профессиональные критерии, поскольку это все... Спасибо. Если больше вопросов не возникло, если возникнут по ходу дела, пишите. Спасибо большое, Марина Федоровна. Наталья Петровна Хомякова, тоже представитель нашего университета. Наталья Петровна. Значит, я представляю вашему вниманию доклад на тему «Научно-академический дискурс как важнейшая траектория формирования межкультурной и наязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов-нефилологов». Я начну свое сообщение, подчеркну, что важность овладения видами речевой деятельности, непосредственно связанной с осуществлением научных и прикладных исследований, зафиксирована в ныне действующих правительственных документах Российской Федерации, а также в материалах общеевропейских стандартов. Она обусловлена несколькими факторами. Первый из них связан с глобальными процессами, характеризующими современное информационное общество, динамикой научного прогресса, интенсивным развитием рынка интеллектуального труда, его высокой конкурентностью и, как их следствие, объективной потребностью специалистов, умеющих находить нужную информацию на родном и иностранном языках, ее перерабатывать, спродукцировать собственные научные произведения. Подчеркну, что умения работать с первоисточниками рассматриваются в российской и зарубежной образовательной культуре как важнейшие для молодого специалиста, поскольку позволяют решать одну из базовых проблем современного общества, определяемую как специалист и информация. С другой стороны, тенденция вовлечения студентов в исследовательскую работу уже на начальных этапах обучения в ВУЗе, которую мы прослеживаем в рамках российской и европейской образовательных систем, преследует и другую цель – воспитание творческой, автономной, критически мыслящей личности, то есть базовых профессиональных качеств, которые формируются у будущих специалистов именно в процессе выполнения такой деятельности. Доказательством значимости способности создавать исследовательские работы служит тот факт, что не входит в реестр заданий, выполнение которых необходимо как в России, так и в европейских странах для получения дипломов, соответствующих различному уровню университетской подготовки. В России – курсовая работа, выпускная конкурсионная работа, магистрская диссертация. Во Франции – мемоарь ду метриза, мемоарь ду лисанс, тезь ду лисанс. Осознание всех этих факторов привело в последние годы к возросшему интересу со стороны преподавателей иностранного языка специальности к жанрам научного дискурса, таким как тезисы, аннотация, рецензия. Я практикую в содружестве с рядом коллег-единомышленников на протяжении целого ряда лет в работе с франкоязычными студентами-юистами, специализирующимися в области международного права, ряд форм научного академического дискурса, выступления на межвузовской конференции с ранее подготовленным на иностранном языке научным докладом, написание сочинения на научную тему диссертацийон юридик, выпускной квалификационной работы «Мемоарь ду Решетшен Друа», их презентация. Мой многолетний опыт собственной исследовательской и учебно-практической деятельности в рассматриваемой проблемной области позволил выдвинуть в соавторстве с доктором филологических наук, профессором Всероссийской академии внешней торговли Еленой Леонидовной Туницкой новый жанр научного академического дискурса профессиональное эссе. Речь идет о студенческой исследовательской работе, которая сопряжена с первыми попытками, начинаниями, предпринимаемой профессиональной личностью в научной сфере, что и отражено в семантике термина «эссе». Его коммуникативная целеустановка состоит в демонстрации авторам-студентам своей компетентности по какой-либо научной проблеме. Она реализуется в связи с переработкой ряда источников, отбором определенных речевых образований, функционально-семантических типов речи, экспликаций, дефиниций, сравнения, толкования, доказывания и продуцирования на этой основе посредством стратегии кодезии и когерентности целостного произведения, олицетворяющего научный дискурс, научный текст, как его итоговое воплощение. Наталья Петровна, извините, пожалуйста, ваш файл пришел, его продемонстрировать на экране? Одну минуточку. Вот я сейчас подхожу, и чтобы коллегам было, так сказать, понятно, я тогда попрошу его подключить поэтапно. Хорошо. Значит... Давайте мы помним, что у нас 5 минут остается. У меня остается 5 минут. И я как раз... Да, тогда подключить. Первый, он длинненький такой графема, вот первый его этап. Значит, для того, чтобы понять значимость, продуцирование произведений научного дискурса для становления межкультурно-язычной профессиональной коммуникативной компетенции, рассмотрим функциональную направленность каждого из этапов создания профессионального эссе в области права. Я выделяю три таких этапа. Первый этап, вот он хорошо виден, и я его прокомментирую. Первый этап, поисковый, предполагает осознанный выбор темы исследования, мотивированный научным устремлением студента. Последующий поиск необходимой литературы, выдвижение гипотезы и задач исследования. Поисковый этап сопряжен с добыванием новых знаний, открытием новых решений. Такие свершения происходят на основе умозаключения индуктивно-дедуктивного типа или умозаключения по аналогии, присущих научному творческому процессу. Второй этап, креативный, он тоже хорошо виден на экране, предусматривает написание целостного текста исследовательской работы. Создание студентами первого профессионального из области права, в его наименее трудоемком варианте диссертационный юридик, предшествует сообщение преподавателям достаточно объемного знаневого компонента выполнения обучающимся цикла упражнений. Выполняемый цикл упражнений охватывает познавательные упражнения, направленные на усвоение новых элементов французской лингвокультуры и правовой культуры, условно-коммуникативные упражнения, формирующие умение продуцирования отдельных смысловых блоков, грамматических конструкций, сверхфразов един, функционально-семантических типов речи, экспликации, дефиниции, сравнения, комментирования, доказывания. Собственные коммуникативные упражнения, развивающие стратегии внутриязыкового перефразирования, обеспечивающие корректную модификацию чужого слова с целью его последующего включения в новый научный текст. Стратегии когезии и тегерентности, позволяющие реализовать композитную схему целостного произведения. И третьему этапу презентации свойственно, он тоже введен на экране, умение перекодирования письменного научного дискурса в Устной, умение публичного выступления, обязывающие строгое соблюдение регламента, демонстрацию речевого поведения, отвечающего социокультурным нормам, принятым в научном сообществе, использование простодетических средств и нервальных приемов взаимодействия с аудиторией. Таким образом, заключая свое сообщение, я хочу подчеркнуть, что правомерно утверждать, что развитие умений инофонного французского научного академического дискурса на основе технологии профессионального и свободного права интегрирует научно-академические, профессионально значимые и собственные иноязычные цели подготовки выпускника вуза. Этот творческий процесс обеспечивает формирование продуктивной иноязычной способности в рамках указанного жанра, которая совершенствует общую научную иноязычную способность будущего молодого специалиста. Одновременно он способствует дальнейшему развитию профессионального мышления, начинающих исследователей, работников юридического труда, силу выполнения таких глубинных, мыслительных, логико-коммуникативных операций, как экспликация, сравнение, истолкование, комментирование, доказывание. И в этом состоит ценность предлагаемой педагогической технологии. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Наталья Петровна. Какие вопросы возникли аудитории? В чате у нас по-прежнему ничего нет. Так, мы получили большой заряд научной лексики на русском языке. Спасибо большое. Теперь вопрос о практической нашей деятельности. Честно говоря, когда вы рассказывали, я вспомнила опыт почти сорокалетней давности, который существовал в российских технических вузах, когда готовились к экзамену и защите диплома на иностранном языке. Они, в принципе, на это и были нацелены. Шло исследование, а потом оно переводилось на английский язык. Вопрос, в чем новизна вашего подхода и как на практике это реализуется? Через некое учебное пособие, формат проектов. Два слова об этом, пожалуйста. Спасибо большое. Вот, значит, с моей точки зрения это разные задания. Создать на родном языке работу, потом ее перевести. Я сторонник изначальной работы с аутентичной литературой. И я это озвучила в своем докладе. Если это было непонятно, хочу еще раз подчеркнуть. Работа с аутентичной литературой мы должны и лингвистически развивать наших обучающихся, и профессионально одновременно. И это совершенно иной контекст обучения, когда обучающий погружается в иную картину мира на иностранном языке. Перевод – это тоже полезно, но это совершенно иная деятельность. Спасибо. Формат работы, извините, Наталья, формат, как вы это осуществляете? Что вы имеете в виду под словом формат работы? Меня интересует, как вы с этой идеей идете в аудиторию? Как я с этой, ну, я последовательно с ней работаю. Начиная с четвертого курса предлагается сначала небольшая, умение создавать небольшую работу, потом вот эти условия, требования постепенно в магистратуре повышаются, естественно. От семестра к семестру студенты выполняют вот такой вид учебной деятельности, которая выступает как в формирующей определенной компетенции, так и контрольно-оценочной форме нашей работы. От семестра к семестру студенты совершенно... Спасибо большое. Простите, пожалуйста. Вы позволите короткий вопрос? Если коллег будут, тут можно мне позвонить или написать, я с удовольствием на все вопросы отвечу и подробно. Хотите, приглашу на государственный экзамен, кто захочет. Хотим. Чтобы посмотреть, ознакомиться с работами. Пожалуйста, коллеги, я открыта. 10 июня у меня будет выпускная очередная группа. Вы позволите задать вопрос? Я просто вопрос. Да. Да, пожалуйста. Спасибо. Я преподаю в МГУ имени Ломоносова и у нас на филологическом факультете три курсовых студенты пишут на иностранном языке на втором, третьем, четвертом курсе. Замечательно. Диплом пишут на иностранном языке и защищают его на иностранном языке. Но мой вопрос связан совсем не с этим, а вот с вашим выступлением. Скажите, пожалуйста, а вот ваши студенты, я понимаю, что они юристы, они принимают участие в международных конференциях, они пишут статьи, они занимаются научной деятельностью. То есть, какая практическая реализация вашего курса? Спасибо. Спасибо вам за очень интересный вопрос. Я и в своем сегодняшнем выступлении постаралась его осветить. Постоянно я в содружестве с целым рядом коллег. Мы организуем межвузовскую конференцию, на которую приглашаем носителей языка, специалистов, юристов французских. Межвузовская конференция, которая ежегодно проходит во Всероссийской Академии внешней торговли. И ежегодно очередная группа готовит выступление, доклад научный на иностранном языке, выступает, так сказать, в окружении преподавателей и иностранных специалистов, проходит конференция, вот такая студенческая, межвузовская, которой мы даем оценку. Теперь, очень интересный вопрос, вы задали, практическая отдача. Я попрошу извинения. Очень интересный вопрос. Понятно. Видите ли, значит, вот в нашем курсе представляется правомерным таким образом организовать работу. Работа, исследовательская работа, профессиональный исследователь, как мы называем, выполняемый на французском языке, она созвучна с той работой, курсовой или выпускной, сейчас это называется, магистская диссертация, которую студенты представляют на профильную кафедру, созвучно. Что это значит? Естественно, мысль в своей работе, она меньше по объему, мы не можем охватить весь тот круг проблем, которые рассматриваются в работе, представленном на родном языке. Но вот тот аспект, который мы берем на разработку, он обогащает последствий и работу, вот эту объемную работу, представляемую на родном языке. И в этом очень большое спасибо. Наталья Петровна. Я думаю, что вопрос был понятен с точки зрения замечательного подхода. Коллеги, я буду рада всем вашим звонкам и обращениям, если я не успела что-то раскрыть. Потому что действительно большой опыт. Я с удовольствием их поделюсь и узнаю ваше. Спасибо вам. Спасибо. Идем дальше. Коллеги, у меня еще раз просьба. Давайте все-таки концентрировать внимание именно на практической стороне вопроса. Следующий наш докладчик Вера Аркандина Догонцеренова из Национального исследовательского института высшей школы экономики. Опыт и результаты использования сетевого тренажера для обучения написанию проектов дипломного исследования на английском языке в неязыковом вузе. Уважаемые коллеги, добрый день. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Сегодня я продолжу линию начатывания Натальи Николаевны и расскажу о своем проекте по использованию сетевого тренажера для обучения еще одному жанру научной коммуникации, известному как Research Reposals. Это проект дипломного исследования на английском языке. Тема представляется достаточно актуальной, потому что в сегодняшних условиях, когда продолжается экспансия английского языка как языка научно-профессиональной коммуникации, происходит интеграция мировых образовательных систем, и подготовка национальных кадров представляется уже общенациональной задачей. Очевидно, что задача это особенно актуально, особенно злободневно в таких странах, как Россия, где английский язык применяется как рабочий, как, извините, дополнительный язык English as an additional language. И это тот язык, который становится средством, позволяющим открыть доступ, открыть ученому доступ к мировой науке и определяет его видимость на мировой арене, в мировом научном сообществе. Данные процессы, безусловно, определяют новые вызовы в методике обучения английскому языку для специальных целей, в частности, и такому направлению, которое было, зародилось в рамках обучения английскому языку для специальных целей, как English for Research Publication Purposes, то есть английский язык для научно-публикационных целей. И сегодня в своем докладе я хотела бы как раз подробно остановиться на своем опыте разработки ресурса, который бы позволил студентам не языкового вуза овладеть особенностями подготовки проектов дипломного исследования на английском языке. Настоящее исследование было обусловлено потребностями нашей аудитории. Это студенты четвертого курса факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономика, перед которыми на финальном году обучения стоит достаточно сложная задача подготовить и защитить проект дипломного исследования на английском языке. Это требование распространяется на все бакалаврские программы неувышие, но его выполнение, разумеется, связано с рядом проблем. Первая проблема – это нехватка аудиторных часов. В нашем вузе, вот в рамках моей программы и на моем факультете выделяется всего четыре часа в неделю на курсы английского языка на четвертом курсе, из которых два часа, то есть одна пара в неделю, выделяется на курс академического письма. А вторая проблема – это отсутствие у многих студентов, это, как правило, большинство какого-либо опыта подготовки англоязычных научных работ в соответствии с требованиями международного научного дискурса. Эта проблема была выявлена нами в ходе анализа англоязычных проектов дипломного исследования, которые были написаны студентами прошлых лет, работаете, представляет собой скорее перевод их русскоязычных курсовых, нежели полноценную работу на английском языке, в которой было бы отрежено какое-либо понимание не только организационно-содержательных и лингвистических требований к написанию работы в жанре research proposal, но и требований к ее оформлению согласно нормам международного научного дискурса. Это, в частности, относится к оформлению ссылок на цитируемые источники, поскольку многие студенты, к сожалению, незнакомы, это приходится констатировать, незнакомы с международными нормами цитирования работ, такими, как, например, форматами цитирования работ, такими, как, например, APA. В ходе анализа работ нами были также отмечены и некоторые отклонения от языковой нормы по части языкового оформления текста. Я не буду на них подробно останавливаться, они представлены на слайде. Хотелось бы только сказать, что в условиях нехватки аудиторных часов и нетривиальности поставленной перед нами задачи оптимальным ответом на данный вызов представилось привлечение именно электронных средств, которые позволили бы организовать внеаудиторную работу студентов по подготовке research proposals, а также предоставили бы им возможности углубленной отработки того, чему невозможно точечно уделить внимание в классе. Таким образом, был создан проект, он получил финансовую поддержку НИУВШЕ, он был подготовлен коллегами из двух языковых кафедр с привлечением студентов нашего факультета, то есть факультета мировой экономики и мировой политики и студентов и магистрантов школы лингвистики НИУВШЕ. Создание тренажёра предоставило ознакомление с электронными разработками коллег из университетов разных стран, это, как правило, коллеги из Китая, большинство из которых посвящены обучению студентов, магистрантов и докторантов написанию международных научных работ, в частности научных статей. И основные из этих исследований представлены на слайде, они будут также продублированы на финальном слайде, где будут приведены источники к данной презентации. Отбор содержания тренажёра был подчинён следующим основным задачам, это, во-первых, научить студентов структурировать работу по формату международной научной статьи EMRAD и логически развертывать свои высказывания в рамках основных разделов работы, среди которых мы выделили четыре раздела, применимых к Research Pousals, это Introduction, введение, Literary Review, обзор литературы, Methods, то есть методы исследования и Expected Outcomes, планируемые результаты. При разработке материалов мы опирались и отборе материалов мы опирались на исследования в области лингвистики, начиная с исследований Джона Суэйлса, в которых подробно рассматриваются цепочки наиболее частотных риторических ходов и коммуникативных шагов внутренних, которые в определенной последовательности реализуются авторами для того, чтобы передать свои коммуникативные намерения в том или ином разделе работы. Другая задача заключалась в обучении студентам умением выбора и использования аутентичных англоязычных оборотов научной речи, которые были отобраны нами из большого корпуса международных работ, написанных в жанре как научной статьи, так и Research Reposals. Ну и, наконец, еще одной задачей стала обучить студентов оформлению внутритекстовых и затекстовых ссылок на источники, цитируемые ими в работе по правилам их оформления в стиле APA. А теперь несколько слов о самом тренажере. Вот так выглядит его главная страница. Он включает в себя четыре основных модуля, каждый из которых посвящен отдельному разделу Research Apposal. Вы видите эти разделы. И еще также есть вспомогательный модуль, посвященный непосредственно правилам оформления ссылок на источники в формате APA и включающие разнообразные упражнения для отработки этих правил. В левом меню сайт студента видят темы, которые позволяют поэтапно изучить цепочку риторических шагов для подготовки конкретного раздела работы. В данном случае то, что вы видите на слайде, это касается раздела Introduction. Это, например, такие темы, как обоснование актуальности исследования, введение дефиниции, краткий обзор литературы по теме, обозначение лакуны в исследовании проблемы и так далее. Каждому риторическому шагу посвящена отдельная тема в рамках этого раздела. В разделе Introduction таких тем 11. Во время изучения одной темы студенты сначала ознакомятся с теоретической справкой, это вот первая вкладка, которую вы можете видеть на слайде, с теоретической справкой, которая дает информацию о коммуникативной цели конкретного шага, например, обосновании актуальности темы. Информация в справке иллюстрируется выдержками из международных научных работ, которые демонстрируют реализацию этого шага. Затем студенты выполняют аналитические упражнения, это вторая вкладка в каждой теме под названием Comprehension Check. Эти упражнения проверяют понимание материала справки, а также помогают отработать материал уже на базе новых текстов из научных работ. Один из примеров такого задания представлен на слайде. После этого студенты ознакомятся с лингвистической справкой, так называемой вкладкой Language Focus, которая вводит лексико-грамматические средства для реализации коммуникативного шага, в которой также приводятся комментарии по использованию этих средств на примерах из научных работ. Для отработки узнавания и правильного употребления введенных справки лексико-грамматических средств студентам предлагаются разнообразные языковые упражнения, это вкладка Language Activity. Все эти упражнения носят закрытый характер и соответственно могут проверяться, давать мгновенную обратную связь по результатам их выполнения. Они представляют разнообразные типы упражнений, вы видите эти типы представлены на слайде. Часть упражнений предполагает опору на родной язык и помогает развить навыки распознавания частотных ошибок, которые часто возникают, с которыми сталкиваются русскоязычные пользователи английского языка при составлении научного текста на английском языке. Вот пример такого упражнения. Здесь нужно выбрать правильный вариант ответа для реализации риторического шага Indicating a Research Gap, то есть обозначение лакуны в исследовании проблемы. В одном из вариантов ответов содержатся русскоязычные кальки из работы русскоязычных студентов, которые нужно распознать. В рамках курса Академического письма предполагается почти еженедельно работа с тренажером, основной материал вводится в классе, для чего используется составленное нами учебное пособие, на слайде представлена ссылка на это пособие, а затем студенты выполняют домашние задания по работе с аналитическими и языковыми упражнениями в тренажере. К сожалению, из-за ограниченного регламента у нас нет возможности более подробно рассмотреть наполнение тренажера и особенности его использования в курсе Академического письма, но тем, кому это было бы интересно, мы предлагаем ознакомиться с нашей статьей, представленной на слайде, в которой как раз подробно описана сама процедура разработки тренажера, рационал, то, как, собственно, говоря, почему были отобраны определенные компоненты содержания, и также представлены результаты его первичной обработки в 2017 году. Сегодня же в завершении своего выступления я бы хотела кратко осветить результаты интеграции тренажера в курсе Академического письма двух прошедших лет и затронуть отзывы студентов. После завершения курса мы провели анализ отобранных нами работ, это 40 работ, тех студентов, которые очень активно работали с тренажером, и также провели анкетирование среди слушателей курса Академического письма, таких было 38 человек. Целью анкетирования было определить общее отношение студентов к использованию тренажера с точки зрения его удобства и с точки зрения его полезности в самом процессе подготовки research по сравнению по сравнению с традиционными печатными материалами, то есть учебным пособием и другими раздаточными материалами, которые мы использовали в рамках курса. Для анализа письменных работ по узлу студентов мы использовали рубрику, составленную нами, она представлена на слайде, простите, что очень мелко, поэтому на этом слайде я вывела более подробно сами критерии, которые использовались для оценивания качества работ. Я не буду комментировать критерии, здесь, я думаю, все и так понятно. Могу только сказать, что как показали результаты нашего анализа работ, в целом большинство студентов справилось с задачей очень хорошо, в работах они продемонстрировали высокий уровень овладения требованиями к подготовке research puzzles с точки зрения логического построения текста на макро уровне, с точки зрения реализации разнообразных коммуникативных ходов и шагов в конкретных разделах работы, с точки зрения использования аутентичных научных оборотов, а также оформления ссылок по формату APA. Эти результаты позволяют нам сделать некоторые выводы об эффективности тренажера, но нельзя отметить, что таким результатом все же могли способствовать и сами печатные материалы, которые также используются в курсе, изучение непосредственной роли тренажера требует отдельного экспериментального исследования, а что касается результатов анкетирования, то мы бы хотели отметить, что студенты выделили следующие компоненты содержания тренажера как наиболее полезные, они ранжированы нами в порядке бывания, это информационные справки по риторическим ходам и шагам, языковые упражнения и лингвистические упражнения, чего нельзя, нельзя, к сожалению, сказать об упражнениях по использованию оформления ссылок на источники, цитаты студентов представлены на слайде, очень много времени заняло выполнение таких упражнений, чем некоторые студенты были очень недовольны. В целом, письменные отзывы говорят о том, что студенты в целом положительно оценили эффективность тренажера, тренажер помог им с точки зрения изучения языковых средств, которые позволяют реализовать разные коммуникативные намерения, овладение организационными требованиями к подготовке данных работ. И, отвечая на вопрос, является ли тренажер необходимым компонентом курса, большинство студентов ответили положительно, многие связывают применение таких тренажеров с необходимостью следовать зону времени и актуальным тенденциям образования в эпоху цивилизации. И некоторые отметили, что у них должен быть широкий выбор учебных средств, из которых широкий арсенал учебных средств, из которых можно было бы выбирать, включая сетевые тренажеры. Часть студентов также написали, что тренажер имеет определенные преимущества перед традиционными средствами, благодаря возможностям мгновенной связи и удобной навигации. Вера Аркадьевна, извините, Бога ради, мы уже вышли за рамки и перегов вообще. Спасибо большое. На наш взгляд, это исследование вносит определенный вклад в разработку вопросов обучения академическому письму, его оптимизации с помощью электронных средств. Спасибо вам большое за внимание. Здесь на слайде представлена литература. Если кому-то интересно, я также могу загрузить свою презентацию, чтобы можно было более подробно ознакомиться с особенностями тренажера и, в частности, посмотреть вот эти источники, представленные на слайде. Спасибо большое, Вера Аркадьевна. Очень интересные сообщения, очень подробные, очень практикоориентированные и полезные, поэтому я думаю, что мы попросим загрузить презентацию, поскольку, наверное, опыт накопленный можно использовать в самых разных условиях и контекстах. Спасибо большое. Чтобы все-таки не отрываться, один вопрос у нас, видимо, поступил в чат. Да, я вижу вопрос. Да. К сожалению, вижу, что кто-то написал про фамилию, но не вижу сам вопрос, к сожалению. Не-не-не, это не вопрос. Вы получили большое спасибо от Виктории Александровны Скокуновой и на этом вопросы закончились. Спасибо большое. Переходим к следующему докладу. Наталья Геннадьевна Лаврентьева из Ивановского государственного университета. Пожалуйста, вы слайды нам будете показывать, сами назовете, что мы будем говорить о методическом потенциале сервиса Google Talk to Books. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Ивановский государственный университет, кафедру иностранных языков и института гуманитарных наук и занимаюсь подготовкой студентов неязыковых направлений подготовки. Буду говорить сегодня об одном из электронных ресурсов, который я использовала в своем курсе при работе с студентами, обучающимися на направлении журналистика. Сейчас попробую загрузить презентацию. Так, вы попутно нам рассказываете. Спасибо. Надеюсь, что все хорошо видно. Итак, чтение является одним из четырех основополагающих умений обладения иностранным языком, а также считается одним из наиболее сложных умений для человека, изучающего иностранный язык. Формирование навыка чтения специальной литературы на иностранном языке занимает центральное место при подготовке специалиста неязыкового профиля. В современном мире цифровые технологии проникают во все сферы профессиональной деятельности, включая и обучение иностранным языкам. Развитие методики обучения студентов неязыковых направлений подготовки чтению неадаптированной литературы на иностранном языке проходит направление применения новых цифровых инструментов, которые призваны облегчить отбор аутентичных материалов, усилить индивидуализацию процесса обучения, а также повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка. Стремительное развитие цифровой лингводидактики в условиях необходимости организации учебного процесса в дистанционном формате приводит к поиску новых инструментов, которые могли бы быть использованы в лингводидактических целях при обучении иностранному языку. Изучение дидактического потенциала новых цифровых сервисов, а также разработка методики их использования при обучении профессиональному иностранному языку, безусловно, является новым и актуальным направлением на современном этапе развития наязычного лингвообразования. Одним из таких инструментов является сервис, разработанный командой Google на основе машинного обучения Talk2Books. Сервис позволяет получить ответ на любой вопрос, причем ответом станет не набор ссылок на сайты и статьи, а вполне релевантные фразы, взятые из 100 тысяч книг, которые составляют базу данного сервиса. Поиск ответов в Talk2Books основан на семантике на уровне предложений. Как уточняют разработчики, семантический поиск по книгам совсем не то же, что обычный поиск по стандартной поисковой системе. Пользователь задает вопрос так, как задал бы его живому человеку, а система предугадывает подходящий ответ, даже если в нем не встречаются похожие сочетания слов. Таким образом, создание специальной методики для подготовки студентов не языка вуза к чтению неадаптированной литературы на английском языке с использованием цифрового сервиса предполагает разработку системы заданий, направленных на развитие коммуникативной компетенции в процессе коммуникативной деятельности чтения. Цифровой сервис Talk2Books обладает большим лингводидактическим потенциалом для обучения индивидуальному чтению, как комплексному умению, совмещающему в себе такие действия обучающегося, как просмотр, ознакомление, изучение, поиск, а также способность переходить от одного вида деятельности к другому. Кроме того, сервис Talk2Books обеспечивает использование в качестве учебных ресурсов аутентичных материалов, которые являются более эффективными, интересными и стимулирующими, чем адаптированные языковые материалы. При разработке методики использования сервиса Talk2Books при обучении чтению аутентичных текстов профессиональной направленности в фокусе внимания оказываются следующие стратегии. Вызов соответствующих базовых знаний, прогнозирование содержания, самоконтроль и самокоррекция, определение наиболее важных идей, взаимосвязи, сравнение и противопоставление того, что было прочитано и резюмировано. В разработке комплекса заданий и упражнений первостепенное значение имеет вопрос об этапизации процесса обучения и постепенного продвижения во владении полного комплекса учебных умений. Таким образом, можно выделить два этапа обучения индивидуальному чтению. Это подготовительный этап, на котором формируются речевые навыки и умения, связанные с пониманием лингвистической или языковой информации, коммуникативные умения в чтении, связанные с пониманием основного содержания и главной идеи текста. На этапе зрелого индивидуального чтения формируются комплексные умения, которые включают в себя различные виды умений, сформированные на подготовительном этапе. Именно на этом этапе целесообразно применение сервиса Talk2Box. При этом особое значение приобретает методически четкое руководство процессом со стороны преподавателя по эффективному использованию учебных умений и инструктированию самостоятельной работы студентов над текстом. При работе с сервисом Talk2Box можно выделить следующие этапы. Первый этап это дотекстовый этап. Студентам предлагается сформулировать и правильно оформить с точки зрения языка конкретный вопрос, интересующий их и отражающийся в их исследовательской деятельности. Далее студенты аккумулируют ответы на данный вопрос, предложенные видеть цитаты из книг и ссылок с сервисом Talk2Box. Цель данного задания пробуждение и стимулирование мотивации к работе с текстом, актуализация личного опыта студентов путем привлечения знаний из профессиональной сферы, прогнозирования и содержания текста с опорой на знания студентов. На слайде мы с вами видим те вопросы, которые мы со студентами задавали в рамках одного из проектов. Это были студенты-журналисты, мы писали статью, даже вот здесь не одна статья представлены у меня разные группы и пытались найти и понять экспертное мнение. Вот вопросы, которые были заданы и обложки книг, которые мы получили от данного сервиса. Следующий этап это текстовый этап. Студенты подробно читают отобранные тексты и с помощью детального понимания текста выполняют специально разработанные упражнения для контроля и понимания прочитанного. Целью данного этапа являются решения конкретной коммуникативной задачи, сформулированные в задании и поставленные студентам перед чтением самого текста. Объектом контроля чтения должно быть его понимание результата деятельности. И примерами заданий на данном этапе могут служить следующие задания. Они нам с вами хорошо знакомы, я думаю, что я не буду перечислять, мы просто посмотрим их на сайте. Далее у нас с вами после текстовый этап, который может быть связан с групповой работой студентов, имеет конечную цель представление научного поиска в форме устной презентации, в форме доклада и написание обзора литературы literature review, если, допустим, это студенты курса магистратуры, у меня есть такой курс английский для академических целей, где мы данным видом деятельности тоже занимаемся. Осталось две минуты. Для групповой работы предлагается использовать такие инструменты, как интерактивные доски. В проекте мы тоже их использовали со студентами для редактирования текста, статьи, которые в групповой работе студенты делали, очень это было удобно. Методика прошла апробацию с использованием анкетирования, студентов с целью проверки ее эффективности и выявления трудностей, с которыми сталкивались студенты при работе с цифровым сервисом. Подавляющие большинство прошлых студентов отметили большую степень заинтересованности и вовлеченности в работе, в том числе в групповую с профессионально ориентированными текстами, повышение мотивации к изучению английского языка, а также формирование навыка работы студентов цифровыми сервисами. Среди трудностей студенты называли неспособность сформулировать вопрос для поиска нужных источников, то есть как языковые трудности, так и содержательные трудности, сложности с отбором значимых для поставленной цели источников и анализом текста, а также трудности с организацией групповой работы в виртуальной среде, технические связанные с использованием новых цифровых форматов и организационные, которые можно объяснить недостаточно хорошо сформированным навыком работы в команде. Ну вот и все, коллеги. Спасибо. Очень интересное сообщение для меня, например, возможности Google Talk to Books были новыми, абсолютно инновационными. Вопросы у нашей аудитории возникли. Может быть, слайды уже можно убрать? Да, давайте сейчас я уберу. Так, в чате нету, поднятых рук нету, а вопрос возник у меня в отношении итогов вашего опроса те сложности, которые возникли у студентов, в частности, как они выбирают, вернее, как вы их учите выбирать, что из этого массива данных можно и нужно использовать для их конкретной цели? Ну, конечно, здесь очень важно правильно сформулировать и задать вопрос, что не всегда нашим студентам удается, потому что мы все знаем, что выделить главная и цель поставить перед собой, сформулировать ее в одном предложении бывает очень-очень сложно. Вот это мы делали. Мы делали проект все вместе, я, конечно, помогала много, потому что у них ничего бы у одних студентов не получилось, в силу того, что такая сложная аналитическая довольно-таки работа. Дальше мы получали список книг, цитаты из книг. У нас был проект с журналистами What is art? И мы пытались найти экспертное мнение, что думают разные ученые, разные люди, какой ответ они дают на вопрос, что такое искусство, чтобы потом это экспертное мнение написать в статью и опубликовать в студенческом журнале. Это была не научная, конечно, статья, но вот такая статья для университетского журнала. То есть отбирать очень сложно. Большой массив мы получили данных, но мы прямо искали ответы на конкретный поставленный вопрос. Те исследователи и те книги, которые давали наиболее интересное освещение этого вопроса, мы их выбирали и потом тяги. Понятно, спасибо. То есть методический момент присутствует, что это требует от преподавателя достаточно больших усилий, чтобы работа шла в нужном уровне. Огромных усилий и, конечно, еще ограниченность самого ресурса. Хотелось бы, чтобы там были представлены, например, какие-то авторы научные, но там, к сожалению, сейчас этот сервис пополняется, я думаю, что он и дальше будет, наверное, пополняться гугл-разработчиками. Очень много, они никак не классифицируются, там много вместе попадают книги и художественной литературы, и какие-то популярные книги на английском языке. Вот это, конечно, такой трудный момент, но пополнил это интересно. А можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот вы получаете ссылку на книгу, а книгу можно полностью прочитать или же там только отдельные отрывки, связанные с конкретным вопросом? Книгу можно прочитать полностью. Полностью, да. Спасибо. Студенты утонут, можно не сомневаться. Спасибо. Мария Владимировна Петрова, она следующая докладчик из Московского государственного университета. Подкастинг как средство активизации учебной деятельности студентов. Полком. Здравствуйте, очень приятно, что сегодня такая интенсивная у нас дискуссия и очень интересные доклады. Я расскажу о подкасте «Немецкая Россия», то есть это практическая часть моего доклада, а теоретическая будет о сущности подкастов и о том, как их можно успешно применять для, по крайней мере, как это происходит у нас на кафедре медиа-лингвистики факультета журналистики МГУ, где я преподаю. Сейчас я настрою презентацию, единственное, что... секунду... Вот. Итак, подкаст рассматривается в Мандамбеквате с позиции методики преподавания в разрезе практического опыта образовательного проекта «Эпиш-Дойч», который с 2015 года осуществляется на факультете журналистики МГУ. Итак, актуальность моего исследования обусловлена необходимость и оценка возможностей подкастов как журналистики в обучении студентов не только иностранному языку, но и пониманиями социально-политического дискурса. И вначале я все-таки скажу несколько слов о подкасте как о формате. Подкаст это регулярно аудиопрограммы в виде мультимедийных файлов, распространяющих интернет, и сейчас по оценкам экспертов и различных исследований за счет простоты производства подкастов и за счет простоты в использовании подкастов они являются наиболее перспективным мультимедийным форматом, который будет развиваться и даже возможно по охвату будет обгонять традиционные медиа. Однако в оборудовательных целях подкасты пока используются не очень активно в нашей стране. Первые подкасты возникли в 2015-2017 годах и подкасты в образовании это прежде всего записи и разбор лекций, анализ источников, глоссарий ключевых терминов курса. Они создаются как преподавателями, так и учащимися и используются активно в обучении иностранным языкам в цели развития языковой компетенции, а также других видов компетенции. Существует огромное количество научных исследований, которые говорят об эффективности использования подкаста, в частности мое научное исследование, которое было проведено по итогам двух лет такого подкаста, оно тоже подтверждает эти теоретические результаты, на которых я подробно, наверное, останавливаться не буду, а расскажу о самой проектной работе. Это, наверное, наиболее интересно. Итак, подкаст Немецкая Россия включает в себя аудио и видеоподкасты, созданные для ознакомления русскоязычных слушателей с основными положениями основного закона Федеративной Республики Германия, а также циклы интервью с экспатами на немецком языке, носителями немецкого языка об их профессиональной деятельности, об их точке зрения на ряд общественно значимых экономических и политических вопросов, которые сейчас на данный момент актуальны в Германии. То есть целью этого проекта является не только развитие языковой компетенции, о которой я еще скажу, но и развитие дискурсивной компетенции. А дискурс включает в себя с одной стороны анализ языковой формы используемых языковых структур, а с другой стороны это анализ содержания концептов компонентов семантической структуры. и позволяет накормить студентам с нормативным контекстом, что в принципе постоянно актуализируется и за счет того, что подкаст это такая идеологическая форма, которая способствует такому сетевому диалогу, мы можем быть уверены, поскольку у нас суммарно аудитория проекта составляет тысячи пользователей и в три раза больше прослушивания существует такой интерактивный диалог, то есть этот подкаст интересен не только самим студентам. Подкаст создается студентами и включает ряд стадий, которые вы видели на предыдущем слайде, то есть написание сценария, надо сказать, что сценарий мы пишем на легком языке, так называемый легкий язык это язык облегченный немецкий, который позволяет участвовать в проекте большому количеству студентов. И те студенты, которые уже непосредственно употребляют готовый продукт, то есть подкаст, мы говорим о развитии языковых навыков, которые прежде всего заключаются в развитии языковой консультации за счет активного и пассивного слушания. Существуют разные технологии работы с аудиоматериалом, работы с текстом, и пассивное слушание позволяет студентам слушать подкаст свободный от учебы время параллельно с какой-то другой деятельностью. И вот когда я говорила о дискурсивной компетенции, вот как выглядит наш подкаст, из чего он состоит, он состоит из разбора статьи Конституции, на сегодняшний день существует уже разбор четырех статей, поскольку работа достаточно медленно происходит, один выпуск делается где-то два месяца, то поскольку включает большое количество предварительной работы, то у нас на сегодняшний момент существует четыре выпуска аудио-видео подкаста. Он состоит из разбора статьи Конституции или основного закона, толкования понятий этой статьи на легком языке, то есть подробно объясняются основные ключевые термины, которые были употреблены в статье, этой статье, либо дан какой-то социальный контекст. И в заключение также перевод на русский язык. Звучит для тех, кто пока по уровню языка не может самостоятельно понять, и в принципе таких студентов у нас большинство. И уже сделано четыре выпуска, как аудио, так и видеоподкаста, и после завершения вот такого цикла было приведено тоже анкетирование студентов, которое показало, что в принципе в ходе наблюдения за ходом учебного процесса показало, что использование технологии подкастинга при обучении иностранному языку способствовало индивизации обучения, то есть студенты могут выбирать то удобное для них время и обстоятельства, когда они могут прослушать подкаст, активизация учебной деятельности студентов за счет того, что они сами создают этот подкаст и могут реализовывать свои профессиональные интересы. Осталось две минуты. И способствует интерактивности обучения, экономить времени на объяснение теоретического и другого материала, а также более разнообразным формам разнообразным формам обучения, чем это возможно в рамках обычных занятий. Мы надеемся продолжать наш подкаст, поскольку студенты сами берут эту тему и в качестве научных своих изысканий, выступлений на конференции и возможно даже планируют какое-то расширение формата. И вот наш показал, хотя у коллег были до этого это только как пример, у коллег с английским языком у них там новостные подкасты, но вот на немецком языке мы решили реализовать такой подкаст и в целом мы очень довольны результатом. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Мария Владимировна. Вопросы возникли? Чувство зависти возникло? Скажите, пожалуйста, Мария Владимировна, а как это вписывается в жесткие рамки нашей обычной программы обучения языку? Идет это как часть обязательного курса или это исключительно, ну, скажем так, инициатива тех преподавателей, которые хотят инноваций и хотели бы и от своих студентов инновационный подход получить? Да, это абсолютно внеучебная проектная деятельность, потому что мне кажется, что в современных условиях, и этот проект я уже веду в разных, скажем так, реализациях уже пять лет, и мы сняли в том числе и сериал на немецком языке, у нас есть формат интервью, мне кажется, просто для определенного рода профессий, как, например, профессия журналиста, очень важно создавать эту связку, язык-профессия, и вот для меня это лежало как-то на поверхности, но, конечно, это требует дополнительности ресурсов и энтузиазма от преподавателей, но в целом сейчас, мне кажется, это будет более активно и востребованный и поддерживаться также в рамках, может быть, традиционного курса. Пока, к сожалению, ни в какие программы не входят. Ну, вот так инновации в трудностях и рождаются. Спасибо большое. У меня вопрос, можно? У меня вопрос. Да. Существует ли компьютерная программа для создания подкастов? Как вы их создаёте? Во-первых, у нас создаются, я, возможно, на некоторые технические моменты не смогу ответить, потому что с точки зрения, например, видео я знаю достаточно много, поскольку я, опять же, с этим работаю. А вот с подкастами я знаю, что, в принципе, это достаточно полуроста. Создаётся видео-аудиофайл и загружается на платформу SoundCloud или Apple Podcast. Вот у нас мы используем эти подплаты подплаты, да, и поскольку там не требуется никакого лицензионного договора и, в принципе, возможно, практически сразу разместить продукт, в этом как бы есть удобство. Там есть, конечно, какой-то контроль, но вот технических деталей я не знаю. В этом плане мне, конечно, повезло, потому что я преподобие журналистом и они знают гораздо больше меня. студенты наши, как правило, в этом отношении бывают куда более продвинутыми. Спасибо большое. Следующий наш доклад Виктория Александровна Скокунова, тоже Московский государственный университет. Пожалуйста, вот, я и не буду озвучивать. Вам слово. Уважаемые коллеги, спасибо большое. Уважаемые коллеги, добрый день. Я хотела бы сегодня рассказать про применение этого проекта в развитии говорения среди студентов бакалавра в рамках обучения английскому языку для специальных целей СМИ в онлайн-формате. Так, я сейчас постараюсь даже с таймером, потому что я понимаю, что очень мало времени, но тем не менее. И я хотела бы представить какие-то основные положения, которые мы используем студентами для непосредственно создания проектов и также надеюсь, что мне останется время показать некоторые примеры того, что выполняют студенты в рамках непосредственно данного вида деятельности. Итак, рассматривая непосредственно методы проектов, конечно же, стоит отметить, что он является одним, наверное, из самых популярных педагогических методов, который позволяет развить очень многие, скажем так, аспекты, например, если мы говорим про лексические какие-то определенные элементы в процессе обучения иностранного языка, либо, например, если мы делаем акцент на развитии тех или иных видов речевой деятельности. И, конечно же, здесь мы не забываем про компетентности подхода, о котором говорили уже коллеги до меня, и про те основные элементы, которые также необходимо включить в процесс обучения. В данном случае я хотела бы сделать акцент непосредственно на тех целях, которые ставятся перед студентами, которые обучаются на факультете Высшей школы телевидения, чуть дальше я расскажу об этом, и, соответственно, на тех, скажем так, тех компетенциях, которые необходимо им сформировать. Помимо этого, рассматриваем этот метод проектов, стоит отметить, что он является одним из активных, является активным методом обучения, потому что по окончании его использования, скажем так, по результатам его использования получается определенный результат. Результат в продуктивной деятельности, то есть, например, в говорении либо в письме. Ну и, конечно же, метод проектов позволяет моделировать ситуации, ситуации, например, какие-либо рабочие либо профессиональные, которые в дальнейшем позволят учащимся уже иметь какой-то определенный опыт, когда они уже окажутся непосредственно в реальной среде профессиональный. Если рассматривать непосредственно людей, которые внесли огромный ученый, которые внесли огромный вклад, скажем так, и в активный мэтт-обучение и в деятельность педагогику, разумеется, Тавыгодский, Давыдов, также Леонтьев, ну и, конечно же, Полот Евгения Семеновна, которая обосновала уже в 2000-х годах действительно очень детально и точно мэтт-проектов и также его определенные этапы, которые необходимо проводить на занятии. С точки зрения определения, мы взяли за основу именно тот определение, которое сейчас представлено у вас на экране и, разумеется, самым главным элементом является проблема и продукт, то есть проблема, которую решают студенты в процессе обучения и, естественно, продукт деятельности, которую получают они уже при решении данной проблемы в процессе оформления, в процессе, соответственно, представления этого проконечного продукта. Среди основателей можно назвать также Джона Дьюи и его ученика Килл Патрик, которые хорошо обосновали, достаточно детально обосновали метод проектов, в своих сочинениях и до сих пор очень многие ученые обращаются непосредственно, скажем так, к стокам при работе с этими проектами. В свое время, в начале прошлого века также метод использовался и в СССР, достаточно очень активно для того, чтобы обучать рабочих каким-то определенным навыкам на заводах. Если рассматривать этапы проведения проекта, то здесь можно выделить основные номера семь этапов, согласно полу Евгении Семеновне. Это представление проблемной ситуации, которая может быть, скажем так, вербально представлена, либо в виде какого-то видеоряда. Особенно, наверное, это актуально, если мы говорим про среду обучения онлайн, с помощью мультимедийных средств, в том числе, если какие-то используют отдельные информационно-коммуникационные технологии. Плюс, конечно же, следующий, самый, наверное, очень важный, важным этапом является брейнском, набрасывание идей студентами по тому, что они будут включаться в решение своей данной проблемы. Дальше идет обсуждение, выдвижение гипотезы, определение типа проекта. Что касается типа проекта, в данном случае мы выбирали тип проекта, который будет творческим, который будет выполнен в контексте, например, в контексте одной тематики, но, тем не менее, также у студентов был определенный выбор того, какой выбрать определенный элемент этой темы. Дальше было распределение ролей, потому что данный проект предполагал работу как в паре, так и в группе, индивидуальный, как в группе, и плюс также обсуждение группах стратегии реализации проекта, поиск необходимой информации и способов оформления результатов. Целевой аудиторией являлись студенты вакалавры второго курса, факультета высшей школы телевидения МГУ, и уровень владения английским языком был определен по шкале СФР, это B2, B2+, и также группа с уровнем C1. И предмет, по которому они обучаются, язык для специальных целей, это язык медиа. Если рассматривать непосредственно проект, о котором я сейчас рассказываю, он был основан на заданиях, которые были представлены в учебном пособии Media English by Cambridge, и в контексте этого учебного пособия была интересна тема, которая посвящена радио, и так студенты являются, конечно же, скажем так, в будущем представителями профессии, профессии, которую они реализуют на телевидении, тем не менее, конечно же, также они проходят какие-то основы для работе в радио, как и в телевидении. Поэтому здесь был выбран этот проект, который позволял бы студентам непосредственно представить себя в виде радиоспикеров, и, соответственно, какую-то тематику разобрать. Целью применения этого проектов являлось развитие коммуникационной компетенции. Мы с вами уже как раз видели на примере многих докладчиков, которые представляли свои работы до меня, что это очень сложная компетенция, которая сложно действительно оценивается и формируется в том числе так же. Плюс, конечно же, развитие творческие способности, потому что факультеты творческие, студентов, и любой факультет, конечно, творческий, и у студентов есть очень много чего они хотели бы непосредственно реализовать, показать на английском языке. Конечно же, это изучение всеречных единиц по тематике, потому что помимо того, что мы можем просто выучить всеречные единицы, проверить в текстантах, либо, например, в переводе и так далее, также хотелось бы увидеть, как это будет реализовано в практике. Плюс к этому это возможность моделирования ситуации, о чем мы с вами уже говорили, и, наконец, это возможность снятия некоторых блоков и барьеров говорения, потому что, понятное дело, когда человек говорит непосредственно на камеру, например, либо говорит на аудио, то это уже позволяет ему и подготовиться заранее, может быть, и какие-то определенные барьеры снять в этой связи. И работа индивидуально, и, соответственно, в паре. Какое это было учебное проектное задание? Сейчас у вас на экране непосредственно представлено это задание. Студентам необходимо было представить, что у них есть 7-15 минут на создание какого-то определенного слота для национального радио. Необходимо было выбрать жанр и также выбрать тематику, которую они будут обсуждать, написать скрипт, используя тех единиц, которые были представлены в учебном пособии, которые были изучены на занятии. И дальше нужно было себя также записать. Записать могли они себя либо индивидуально, если работали, допустим, индивидуально, либо, соответственно, в паре, если, соответственно, делать какую-нибудь парную работу, допустим, в виде какого-то диалога. Разумеется, должно было быть некое такое равное соотношение говорения каждого из них. И сейчас я хотела бы представить некоторые из работ. Думаю, что, возможно, вам будет интересно, должен быть также звук вам. Возможно, услышите. Итак, первый немножко послушаем, и дальше еще будет второй. Good morning, everyone. It's music break. I'm your host, Genius. Get ready for the five-minute energy boost, hot new tracks, latest news from the music industry, and the interview with the upcoming artist Sabrina Claudio, all here today in five minutes of your time. We'll be starting with the newest single, Blackpink and Selena Gomez, Ice Cream. How's your energy level so far? I hope you're getting ready for your day. And right now we're gonna have a quick news rundown. The MTV VMAs were last Sunday, and there were lots of memorable, exciting, and even awkward moments from the night, as it was one of the first in-person award shows since the pandemic started. We can't talk about VMAs. Это одно из, скажем так, заданий, которое было выполнено непосредственно уже в пандемическое время. И, как вы видите, здесь не только студентка рассказывает по тематике, которую она подготовила, но также еще включает какие-нибудь музыкальные сопровождения. Это тоже было таким элементом, который им необходимо было подключить, потому что к этому моменту, ко второму курсу они уже владели такими умениями. И вторая работа. Спасибо. Вторая работа. Здесь будет представлено только один человек, но, тем не менее, она имитирует второго спикера. Причем имитирует таким образом, что второй спикер обладает неким акцентом. Индийским. Hi, everyone. It's London One, and welcome to our new podcast I Travel, the first radio program where listeners can become the hosts. The only thing you have to do to take part in this radio program is to call us at 3 p.m. if you're traveling. You can call us every single day and name your coordinates, then tell your breathtaking traveler story. Each month we are going to choose the best story and send a special prize to the winner. To learn more about it, you can go on our site or Instagram page London One TRVL. Our studio received a call. Hello. Introduce yourself. Hello. I am Ratha Sinti. Oh, hello, Ratha. Where are you from and where are you now? Tell us, please. I am from Agra, India, and now I'm in Moscow, in Russia. Oh, that's wonderful, Ratha. And what do you see right now? Now I'm walking in the center of the city, and you won't believe, but there is a lot of snow here. Oh, wow, this is really unbelievable. I don't want to stop. Thank you very much. I think we saw the examples of the students' work, which students did, even with humor. Because when they already presented the courses, it was really very funny. And in fact, all of them were interested in listening to all of the students' work, which they presented. And they were, of course, there was a lot of stings, but in fact, they were ready to listen to the rest of the students. So, if we were talking about it, then, of course, we were able to provide concrete concepts, which is very important for students, so that they understood how this in principle can happen in English. Plus, they also play various roles in the possible way. Of course, they also can be able to bring relevant to the language and functional units. This is an attempt to be a challenge. And, of course, it also presents them a choice, because, of course, you can try to write it so quickly, that переводчики are not able to translate. And, of course, if you have a question about all of the students' work that they already have in this period. And, of course, if we talk about the last part, there will be a question, I think, of my colleagues, what will be the spontaneity, if, of course, we don't even see our students' work, if, for example, they already have audio. In this case, in general, it's seen, when students, of course, they immediately realize this through Zoom, for example, through Zoom, which is online, or if there is an opportunity, if there is a possibility, then it's possible to see, how it is happening, how it is, how it is, how it is, how it is. what is the spontaneity. And, of course, it was a demonstration, so they were ready to be able to do it, but, of course, they all were able to respond, and, of course, even, to speak with questions, on which they do not know their own, for example, that they were interested in listening, because there were some of the ends of the pause, and they were able to use, so they were able to use the fillers in their speech. Вот, на этом я хотела бы завершить. Здесь есть некая использовательная литература, возможно, вам будет интересно. Спасибо большое всем за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием готова ответить. Спасибо огромное, очень интересно. У нас был замечательный musical pause. Есть просьба, Том, не могли бы вы загрузить презентацию? Конечно, да, пришли. Пожалуйста. У меня вопрос. Вы сослались на учебник кембриджские медиа. Это Cambridge English for the Media, Included Level. Другого ничего пока нет. Но он у нас тоже есть. Спасибо, я понимаю. Спасибо. Есть еще вопросы? Тогда двигаемся дальше. Спасибо большое, очень интересно. Ирина Николаевна Учайкина, Азербайджанский университет менеджмента и туризма. Are you going to speak English? Я презентацию подготовила на английском, но выступление желательно на русском. Позвольте. Хорошо, конечно. Окей, thank you very much. Добрый день, дорогие коллеги. Приветствую вас из солнечного Азербайджана. Я преподобала ИСП на трех курсах. Первый, второй, третий курс на факультете туризма. В своей презентации я хотела бы поделиться с вами некоторым опытом и полученными результатами при использовании метод-проектов в процессе e-learning. Ну что надо заметить, что студентам первого курса мы используем только лишь коммуникативный метод пассива. На втором курсе мы используем метод ролевых игр и метод кейсов. На третьем курсе, независимо от пандемии, независимо от перехода на онлайн-обучение, мы используем метод проектов. Здесь на данном слайде вы можете увидеть те основные пункты, которые я хотела бы осветить в своем выступлении. Девиз моего выступления вы видите на данном слайде. Кстати, должна заметить, что эти слова были придуманы моими студентами. Это говорит о том, что большое значение в процессе преподавания, конечно, имеет мотивация. Если у студентов нет мотивации, то я вас уверяю, такие замечательные слова ими не будут придуманы. Итак, в сентябре месяце государственным агентством Азербайджана по туризму было предложено нашему университету, Азербайджанскому университету менеджмента и туризму в связи с пандемией создать совместный проект по туризму. Название проекта было такое «Развитие потенциала туризма в различных регионах Азербайджана». Итак, время выполнения данного проекта – октябрь 2000 года по декабрь. В данном проекте принимали участие 12 студентов третьего курса лингвистического факультета. Значит, естественно, они принимали не полностью в проекте, а только в определенной части, то есть развитие экотуризма в шоке-закатальской зоне. Эта зона является наиболее перспективной в отношении потенциала туризма Азербайджана. Цели данного проекта – это мотивировать студентов на изучение туристического потенциала в определенных регионах страны, расширить специальный вокабуляр по туристической специальности на английском, развитие критического мышления и компетенции анализа полученной информации из инета. Кроме того, главной целью было мотивировать студентов на получение финального результата и продвижение проекта на международный портал. Нами был выбран международный портал «Лаби Нью и Туризм». Почему именно этот портал и что собой он представляет? «Лаби Нью и Туризм» – это международный портал, который содержит туристические, культурные и образовательные страницы и предлагает новые формы сотрудничества в инете. Какие же преференции мы получили у сотрудничества с этим порталом? Во-первых, мы были услышаны и увидены по всему миру благодаря созданию, развитию и менеджменту нашей собственной страницы на этом портале. Мы продвинули наш туристический продукт и события, и необходимую информацию на этом портале. Мы создали отношения с другими членами этой сети. Кроме того, наш университет был сертифицирован, предлагает туристический продукт нашей страны. Кроме того, мы создали специальное веб-окно для диалогов среди представителей различных культурных средств. И следующее. Конечно, в каждом проекте есть основные требования. Какие же требования мы решили использовать для данного проекта? Это, во-первых, наличие важности исследуемой проблемы и пути их решения. В частности, условия для экосистемы в различных регионах Азербайджана. Кроме того, мы имели в виду практически теоретическую и когнитивную значимость предполагаемого результата. Например, продвижение территоральных экосистем в стране через события на онлайн-системе. Проект состоял из пяти компонентов. Проблема, планирование, информационный поиск, выработка продукта и создание презентации. Кроме того, мной был предложен шестой компонент. Это создание портофолия каждого отдельного студента, который включал их каждоневные планы, доклады, таблицы, схемы, видео, анимации. Также студенты снимали короткие фильмы и предлагали свои собственные фотографии, подчеркиваю, невзятые с интернета. Важное правило. Каждая ступень нашего проекта должна была иметь специфический продукт, а это предполагало оценку каждой ступени. То есть мы оценивали студентов в начале проектов, когда они собирали исследовательский материал, то есть количество и качество. Вторая ступень – это была в середине проекта, когда мы оценивали их критическую компетентность и анализ предлагаемого материала. И, конечно, это третья ступень – создание презентаций и окончательного продукта. Стало три минуты. Окей. Какие же проекты были выполнены и каковы результаты? Во-первых, был расширен взгляд студентов на туризм. Студентами был расширен вокабуляр по туристическим темам. Кроме того, у них появились умения и навыки, экипотенция, критическое мышление и исследовательской работы. Немало важный результат был – студенты приобрели навыки работы в одной команде. И, кроме того, самый важный результат, я считаю, что был выпущен окончательный продукт, который был представлен на международном портале. К сожалению, у меня мало времени, но я хотела бы остановиться на аналитических анализах предлагаемой работе. Очень пунктирно, пожалуйста, Ирина Николаевна, основные моменты. Хорошо, тогда я остановлюсь на роли преподавателя. В чем же заключалась роль преподавателя? Так как студенты были знакомы с проектом методом face-to-face, и мы говорили на аудиторных занятиях о проектах и руководили студентами, то теперь то же самое происходило только в онлайне. То есть преподаватели вели руководство проектом, определяли начало и время работы, объявляли заранее источники, объявляли заранее темы презентации, отвечали на вопросы студентов и давали дополнительные рекомендации. И наши студенты так выразили свое участие в данном проекте. I learned, I could, I understood, I overcame. Наш проект, результаты нашего проекта были высоко оценены агентством, и, кроме того, наш университет получил сертификат со стороны международного портала LifeBnionTourism. Дорогие коллеги, к сожалению, мало времени. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Ирина Николаевна. А есть ссылочка на онлайпортал, как нам туда зайти и познакомиться? Я сейчас вам пришлю ссылку. Спасибо. Сейчас я пришлю. Вопросы есть? Давайте, если какие-то частные, например, как бы попутешествовать по Азербайджану, мы оставим это для обсуждения за пределами. К сожалению, только сейчас Digital Tourism. Я всех приглашаю в Азербайджан. В 2019 году 2 миллиона туристов с России посетили нашу солнечную страну. Будем ждать, когда откроют границы. Спасибо большое. Следующий наш докладчик Елизавета Владимировна Тихомирова, представитель Скоукова. Наш ответ в Силиконовой долине. Название доклада у вас на экранах. Широкий экран. Замечательно. Спасибо. Уважаемые коллеги, большое спасибо за волшебную возможность участвовать в таком форуме и общаться с людьми, которые думают одинаково. Это совершенно божественно и волшебно. Хочу воспользоваться случаем и рассказать вам о своем проекте, который я подготовила для Сколковского института науки и технологий, который называется Project Based Academic Writing Course. Два слова о нашем институте. Сколковский институт науки и технологий – очень юный институт, нам всего 10 лет. И я счастлива, что работаю в нем со дня основания. И видела, как этот институт разросся от семи человек, которые его создавали до большого и полноценного научно-исследовательского института. Он создавался для того, чтобы создать мост между наукой и инновацией, научить наших ученых продавать волшебные результаты своей деятельности. Институт технический, и на слайде представлены те сферы исследовательской деятельности, которыми он занимается. Как вы видите, здесь от наука жизни до нефтегазовой сферы, до космоса, то есть все, что есть самого интересного. Это обуславливает интернациональный и многодисциплинарный дух нашего института. О чем уже говорили коллеги и на пленарном заседании и сегодня, я считаю, что это самое интересное и самое важное, что может сейчас происходить, когда люди разных дисциплин должны общаться друг с другом и доносить результаты своих исследований. Еще одной особенностью нашего института является то, что английский, во-первых, является medium of instruction, то есть все преподавание ведется на английском языке. Более того, английский язык подразумевается как лингва франка, то есть у нас есть вся переписка и вся внутренняя документация, как минимум двуязычная, желательно английская. И очередная особенность – это то, что наша образовательная программа строится по термам, не по семестрам, то есть у нас 4 терма, 4 четверти в нашем учебном процессе и существует independent study period, то есть период, когда студенты могут брать факультативы. Это три недели в январе после наших зимних каникул. Этот период специально отведен на первом курсе магистратуры, да, еще важно заметить, что мы обучаем только магистров и аспирантов, на первом курсе магистратуры три недели, когда студенты могут выбирать любые факультативы, более того, они могут эти факультативы сами же и разрабатывать. Я провожу такой факультатив уже несколько лет. В этом году особенностью моего курса было то, что он проходил исключительно в онлайн формате, и я хочу поделиться радостью, потому что, мне кажется, этот курс удался. Итак, курс длился три недели, было всего девять занятий, каждое занятие длилось три астрономических часа. Общее число зачетных часов за курс было максимальным, который позволяет наша система, а именно 36 с учетом домашних заданий, и количество студентов, которые взяли этот курс, было 25. На этом слайде представлены общие, так сказать, расписания уроков, то есть те вопросы, которые мы поднимали в течение всех девяти занятий. Понятно, что курс называется Express Academic Writing, то есть он был очень-очень интенсивный, и, естественно, в силу обстоятельств относительно поверхностных, хотя вы сейчас увидите, как мы с этим поборолись. Для того, чтобы поддерживать мотивацию студентов, были использованы различные интерактивные инструменты. мы используем платформу Canvas, которая позволяет внутри себя делать проверочные работы, дискуссии и так далее, но из внешних вещей мы использовали Kahoot, который наверняка вам всем знаком, Padlet, и два инструмента, которые для меня были относительно новые, которые мы освоили в данном проекте, это Virtual Writing Tutor и Book Creator. Вот на них и был основан тот проект, который я хочу рассказать. В результате обучения студенты должны были работать как индивидуально, так и в группах, и среди индивидуальных заданий они должны были создавать Reading Diary, используя вот именно Virtual Writing Tool, который, я надеюсь, сейчас мне удастся вам показать. Вот очень такой потрясающий позволяет делать глоссарий, в котором ваше слово получает дефиницию, и примеры студенты брали исключительно из тех работ, которые они читали по своей научной дисциплине. В данном случае я вам показываю Petroleum Engineering, нефтегазовое дело. Здесь каждое слово можно проиллюстрировать произношением и придать ему визуальную картинку. Значит, за три недели, в неделю надо было пять слов таким образом обработать, и, соответственно, 15 слов это был портфолио, так сказать, по Reading Diary. Дальше мы оформляли библиографию в формате IEEE, это инженерный формат, который у нас чаще всего используется, и писали, так сказать, пробы пера в следующих жанрах. Все эти материалы затем были использованы студентами при создании группового проекта, и этот проект назывался электронная книга. В этой электронной книге они должны были написать справочник о том, как писать соответствующие разделы статьи, научные статьи или подготовки к этой научной статье, потому что антетель библиографии, она, конечно, не внутри данной статьи. И затем студенты должны были защитить этот проект перед своим классом. Все инструкции по поводу создания такого произведения были мной выполнены в том же инструменте, который называется Book Creator, и позвольте мне сейчас продемонстрировать, как это выглядит. Останавливали библиографию? Да, почти закончила. Здесь можно листать книгу, и вы видите полностью все инструкции о том, что нужно было сделать, как подобрать материалы, как использовать vocabulary bank, то есть вот эти их свои наработки, как выбрать и проаннотировать материалы из интернета, а также представить образцы собственных работ, которые входили в индивидуал портфолио, и создать 5-минутную видеопрезентацию, в которой участвовали все члены команды. Вот что у нас получилось в результате. У нас получилось 5 книг, соответственно, 25 человек, 5 команд по 5 человек, они работали над созданием этих книг. Попробую сейчас, секундочку, показать вам вариант того, что у нас получилось. Одну минуточку. Здесь мне надо просто перейти в другую складочку. И покажу вам один из проектов, который был посвящен написанию результатов и дискуссий. Вот это работа студентов, то есть они выполнили все требования, они оформили по предлагающимся темплейту, вставили сюда очень интересные ссылки. Кстати сказать, я хотела спросить коллег, знают ли они такой волшебный ресурс, как Academic Phrase Bank. Если не знаете, я его очень-очень рекомендую, волшебная совершенно вещь. И представили аннотации к видеоклипам, сделали Vocabulary Bank и свою собственную видеопрезентацию, а также проиллюстрировали все примерами своих собственных работ, которые, естественно, до этого были мной проверены и одобрены, так сказать, к публикации. Вот, и хочу закончить я тем, что студентам понравился курс, они оценили интерактивный характер, и несмотря на то, что курс был как бы по письму, было очень много действительно работы в классе, было много интерактивности, было много динамики, и у студентов в результате получился полный сборник о том, как писать научную работу, в создании которого они принимали очень активное участие. За сим я заканчиваю свою презентацию, и если у вас есть какие-то вопросы, буду счастлива ответить, тем более, что я вижу, что у нас очень много синергии с коллегами, которые здесь сегодня уже выступали. Спасибо большое, Елизавета Владимировна. Очень интересное сообщение и доклад, и интересная работа. У меня сразу вопрос. Это чисто авторский проект ваш собственный? Да. Так, у нас есть вопросы? Нету пока вопросов. Ну, я буду счастлива ответить и пообщаться с вами, если кому интересно. У меня есть вопрос по поводу того, как оценивались эти групповые проекты. И это такой, как я вижу, multimodal продукт. Насколько студенты были готовы к использованию всех этих разнообразных мультимедиа, готовы интегрировать это все в свою научную работу? Вернее, это не совсем научная работа, но некая учебная работа. Да, да, да. Ну, у нас технический вуз, поэтому они здесь, так сказать, еще мне у них надо учиться того, как это все использовать. Они были большими энтузиастами, потому что на самом деле их учат техническим вещам, но они никогда не применяли это к языковым курсам. Для них языковой курс в техническом вузе всегда был чем-то, ну, так сказать, мы ученые, а это как бы не про нас. И вдруг они смогли показать свою, значит, excellence, свое умение создавать такие продукты, да еще при этом принести себе немалую пользу. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у меня есть вопрос. Спасибо, во-первых, за интересную презентацию, а потом скажите, как представитель, наверное, самого передового технического вуза, но во всяком случае одного из самых передового и современных вузов. Что вы можете сказать об образовательной программе Эдуман? К сожалению, я здесь не могу ничего вам рассказать. Вы не используете, да, вы не используете. Мы ее не используем, нет, мы ее не используем, но я, так как сегодня я премного наслышана, как говорится, то я еще обязательно углублюсь в эту тему и посмотрю, может быть, это будет очень нам интересно. Спасибо большое за комментарий. Спасибо, вы можете оставить свой имейл, чтобы я могла контактировать. Конечно, я сейчас в чате напишу. Спасибо огромное. Спасибо. Следующий наш докладчик Ольга Васильевна Прокофюк из Минска. Наши друзья из Белоруссии. Тема доклада. Вы нам сразу покажете презентацию или я зачитаю. Овладение студентами технических специальностей интегральным значением термина с учетом особенностей контекста их будущей профессиональной деятельности. Очевидно, мы подходим к той части инновационности, которая связана с наработками лингвистов и как они продвигают обучение иностранным языкам. Здравствуйте, коллеги. Меня слышно? Слышно. Очень хорошо. Тут какие-то у меня небольшие технические сложности. Что-то тут у меня с презентацией. Одну секундочку. Рада всех вас приветствовать. Спасибо большое за предоставленную возможность. Я на самом деле представляю два университета. Минский государственный лингвистический университет, поскольку являюсь соискателем кафедры лингводидактики и методики обучения иностранному языку, а также Брестский государственный технический университет. Я в нем преподаю студентам технических специальностей. И я хочу вам рассказать сегодня об овладении студентами интегральным значением термина. На современном этапе развития системы высшего образования Республики Беларусь ведущим подходом является компетентностный подход подготовки специалистов первой ступени. И согласно образовательным стандартам, целью подготовки специалистов является формирование и развитие социально-профессиональной практикоориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные и профессиональные компетенции. Достижение поставленных целей невозможно без включения студентов в совместную профессионально-ориентированную деятельность при условии их сотрудничества и сотворчества. Поэтому, на наш взгляд, технология контекстного обучения является наиболее целесообразной для применения в технических вузах, поскольку она обеспечивает направленность всего образовательного процесса на построение целостной модели будущей профессиональной деятельности специалистов, ее предметно-технологического и социального контекстов. Так, предметно-технологический контекст определяется содержанием видов будущей профессиональной деятельности студента и обусловливает наполнение предметного компонента обучения иноязычно-профессионально-ориентированной лексики, в который, по нашему мнению, целесообразно включает профессиональные коммуникативные ситуации, термины их лексическое окружение, а также поликодовые профессиональные прецедентные тексты. Под профессиональной коммуникативной ситуацией мы понимаем совокупность экстралингвистических условий, в которых ставятся и решаются профессиональные задачи путем осуществления и участниками определенных профессиональных действий. Эти действия координируются речевой деятельностью, в ходе которой создается материальный продукт в виде речевого сообщения. При этом любое речевое сообщение в рамках профессиональной коммуникативной ситуации всегда выполняет определенную коммуникативную функцию. Составление перечня профессиональных коммуникативных ситуаций, предметное и социальное содержание которых целесообразно моделировать в процессе обучения студентов профессиональной ориентированной лексики, а также выявление функций речевых сообщений в рамках данных ситуаций требует анализа видов будущей профессиональной деятельности студента. Так, например, выпускники учреждения высшего образования специальности технической эксплуатации автомобилей должны быть компетентны в следующих видах профессиональной деятельности – организационно-управленческой, конструкторской, ремонтно-эксплуатационной и других. Примеры профессиональных коммуникативных ситуаций, выделенных на основании анализа требований к уровню подготовки выпускника в вышеперечисленных видах профессиональной деятельности и функции речевого сообщения как компонента данных ситуаций, представленных в таблицах, которые вы видите на данный момент на слайде. Эффективность решения профессиональных коммуникативных задач специалистам, а также квазипрофессиональных задач студентам в процессе овладения профессионально ориентированной лексикой во многом зависит также и от степени сформированности ассоциативных связей между ключевыми терминами определенной предметной области и лексическими единицами, входящих в окружение. Анализ исследований, посвященных проблеме изучения интегрального значения в сознании носителей языка, показывает, что термины и его ассоциаты могут быть объединены парадигматическими, синтагматическими и тематическими связями, в основе которых лежат определенные типы отношений, например, объект-компонент, объект-признак, объект-карактеристика и так далее, вы видите на данный момент их на слайде. Например, при обсуждении причин отказа двигателя термин «engine» может актуализировать в языковом сознании специалиста следующие ассоциаты – pistons, intake valve, over-accelerate, operate, deliver и так далее. Ассоциативные связи термина и его лексическое окружение обусловлены наличием общего семантического компонента в их интегральном значении. Соответственно, нам представляется правомерным при овладении студентами профессионально ориентированной лексикой предусмотреть овладение не только лексикографическим значением, которое объединяет в себе только лишь минимальное количество семантических признаков, но также и интегральным значением, под которым мы понимаем значение, которое представляет собой структуру, объединяющую все семантические компоненты, связанные со звуковой формой термина в сознании носителя языка и регулярно проявляются в различных контекстах его употребления. Овладение студентами интегральным значением термина целесообразно осуществлять на основе проектирования студентами учебной модели интегрального значения, которые вы видите на слайде, учитывающей наполнение интегрального значения как когнитивную структуру, которая включает образный компонент, интенсионал и импликационал. Образный компонент объединяет в своей структуре чувственные представления, схемы, а также эмоциональные состояния, которые являются вектором структурирования рациональной информации, представленной в интенсионале и импликационале. Интенсионал значения включает ядерные семантические признаки, например, в области автомобилестроения интенсионал значения термина, как правило, включает функции объекта профессиональной деятельности, номинированного термином. Импликационал объединяет семантические компоненты, имплицируемые интенсиональными признаками, например, признаки обусловленной возможности использования объекта профессиональной деятельности, процесса и так далее. Поскольку интегральное значение термина является поликодовым образованием, мы полагаем, что проектирование студентами учебной модели интегрального значения термина необходимо осуществлять посредством когнитивного анализа поликодовых профессиональных прецедентных текстов, под которыми мы понимаем тексты, соединяющие в себе разные семиотические коды, вербальные и образные, в виде статических изображений, которые описывают на иностранном языке определенные общественно-выработные способы действия с объектами труда, узнавательная эмоциональная значимость которых, а также интенсивность использования которых обусловлено целями профессиональной деятельности. Сейчас на экране вы видите скриншот, созданный на баннаме профессионального поликодового текста на платформе Genialy. Вы можете видеть в структуру включены вербальные блоки, а также образные блоки, которые в данном случае представлены статическими изображениями, а также с помощью интерактивных метод студенты могут активировать дополнительные вербальные блоки и прослушать произношение, в данном случае имена и фамилии инженеров, которые внесли свой вклад в развитие тормозной системы, а также определенных терминов, произношение которых может представлять сложность для студентов. Мы полагаем, что проектирование студентами учебной модели интегрального значения целесообразно осуществлять на основе лингвокогнитивных задач, одну из которых вы увидите на слайде, под которыми мы понимаем задачи, имеющие аналитический характер, связанные с продуктивным изучением интегрального значения термина посредством анализа иноязычного текста учебного материала, в нашем случае поликодового профессионального прецедентного текста. Лингвокогнитивные задачи решаются студентами с целью извлечения определенной лингвистической профессиональной информации, ее организации в виде учебной модели интегрального значения, и вы можете видеть результат такой деятельности студента. Созданная каждым студентом учебная модель интегрального значения, используется им в качестве лингвокогнитивной основы в процессе порождения собственных речевых высказываний на иностранном языке, а также понимания высказываний других студентов. Таким образом, мы считаем целесообразным рассматривать учебную модель интегрального значения термина в качестве единицы обучения и включить ее в содержание обучения студентов технических специальностей и на язычной профессионально ориентированной лексике с учетом... Докладчик говорит настолько быстро, что переводчики не поспевают с переводом. Я буду рада ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Замечательный тайм-менеджмент. Вопросы, коллеги? Возможно, какие-то предложения, пожелания. Наверное, можно уже убрать презентацию с экрана, Васильевна, так, чтобы мы видели друг друга. Запомнили, как выглядит учебная модель интегрального значения. Как мы несем эту модель в учебный процесс? Эта модель представлена в электронном виде. Она размещается на Google диске. И когда студентам представляется поликодовый профессиональный текст, в каждом тексте объясняется, что должны делать студенты пошагово, и придаётся ссылка на учебную модель, которую они заполняют. И также онлайн могут мне, например, отправлять ВКонтакте, но может быть любая форма, на почту и так далее. Изначально работа над учебной моделью проходит в аудитории, а затем уже самостоятельно студенты это выполняют, и мы сравниваем результаты их работы и обсуждаем. Вы выделили какой-то минимум терминологический для определённой специальности, которые усваиваются именно с использованием этой модели? Да, мы выделили терминологический минимум согласно нашей программе. Вопросов нет? Тогда наше пожелание, чтобы вы успешно завершили свою работу на диссертации. Я так понимаю, что это часть вашего диссертационного исследования. Да, всё правильно. Спасибо большое. Спасибо. Ирина Валерьевна Соловьёва, Тверской государственный университет. Коммуникативный подход. Мы уже слушали про компетентность, да, и сейчас. Коммуникативный подход, и это Aviation English. Название напомнило мне мой опыт почти, ой, не буду говорить какой давности, когда я работала в авиационно-технологическом институте. Одна из старших коллег, плохим студентам, говорила, вот я не буду никогда летать на самолётах, потому что я знаю, кто их делает. Я думаю, что сейчас мы услышим о том, как можно подготовить тех специалистов, которые сделают полёт безопасным. Спасибо. Я когда начала... Слышно ли меня, коллеги? Да. Будьте добры, скажите мне, видно ли экран. Я присоединяюсь ко всем тем благодарностям, которые коллеги высказывают за организацию конференции. Мне очень приятно видеть госпожу Ястребову по учебникам, в которые мы учим наших бакалавров на специальности международных отношений. Так получилось, что я преподаватель-многостаночник, и преподавание языков специальности в мою судьбу влилось в разных видах. Так получилось, что в какой-то момент я начала преподавать авиационный язык, язык специальности, и столкнулась с тем, что на самолётах, в принципе, можно летать, потому что их водят очень приличные люди. И это очень мотивированные слушатели, в руках которых уже весьма сложная профессия. Они молодые и, увольняясь из вооружённых сил, они хотели бы переквалифицироваться на работу с гражданской авиацией, где требуется владеть английским языком на так называемом рабочем уровне. Государство предоставляет им такую возможность в виде курса переобучения, и они приходят учиться английскому языку в составе самых разных групп. Некоторые из этих групп смешанные, некоторые достаточно сильные. В каждой группе присутствует кто-нибудь, кто начинает с нуля. Ну, учитывая то, что перед нами достаточно мотивированные люди, через 500 часов эти люди начинают дальше уже говорить нормально на языке. Так, и на данном слайде я поставила основную информацию, которая показывает нам тот факт, что на курс отводится 500 часов, при этом 250 на собственно так называемый людный английский, и 250 часов на грамматику английского языка. Ниже вставлены те пособия, которыми мы занимаемся, они разработаны, и в этом смысле это сильно облегчает работу преподавателя. Но, однако, отсутствие собственно грамматики специального профессионального языка со всеми грамматическими упражнениями, направленными на закрепление грамматических структур, на закрепление лексико-грамматической, функциональной грамматики английского языка, заставляет преподавателя прописывать эти упражнения тетрадьями для того, чтобы можно было закрепить полученный материал, а не только ознакомиться с ним. Если мы говорим о том, кого мы учим, то, наверное, следует говорить о том, кто учится. Как видите, требования к квалификации в области преподавания авиационного английского языка сколько процентов. И если вы обратите внимание на этот слайд, то окажется, что левая и правая стороны не совпадают. То есть, если мы находимся в России, то академические квалификации в области преподавания английского языка требуют от преподавателя фактически быть английским. И если же авиационному английскому языку учат вне Российской Федерации, то чаще всего обучаемый является либо носителем английского языка, либо, как минимум, уже он сформирован как вторичная языковая личность на английском языке. И, как мы видим, преподавателем авиационного английского может быть специалист в области авиации, но далеко не специалист лингвист. Если говорить о языковой личности слушателя, то прежде всего, наверное, нужно говорить о том, что вторичная языковая личность слушателя обладает некоторой противоречивостью. Она диктуется особенностями речевой деятельности, ситуации общения и пилота. Зачевая деятельность пилота находится чаще всего под давлением времени, отведенного на часто загруженные радиоэфиры. На определенной частоте языковая деятельность также регламентирована качеством приема передачи. Поэтому, с одной стороны, эти обстоятельства диктуют регламент общения, а с другой этот регламент часто требует нарушений и выхода в литературную разговорную норму в случаях осложнений ситуации полета. Поэтому, если мы говорим о формировании готовности языковой личности, то, с одной стороны, курс летного английского предлагает формирование готовности к порядочной подаче информации и стереотипизации. То есть ожидания пилота каждый раз употребляются ходом подачи информации. Он понимает, чего он может ждать в следующую секунду. С другой стороны, этот стереотип многократно нарушается в ходе приема передачи информации. И если у плода отсутствует опыта осмысления языковых феноменов и речевых структур, а присутствует только механистичное запоминание, то он заведомо не готов принять сложных решений. А решения, эти самые сложные, ждут на каждом этапе полета. На данном слайде я представила код подачи информации. В данном случае это информация о погоде, жизненно важная информация в ходе полета. То есть в данном случае мы видим, что пилот может в каждую секунду ожидать подачи некоего зарегулированного фрагмента информации. Время, направление ветра, скорость, если порывы, видимость, погодные условия, температура, точка рассы, давление на аэродроме, подходы и так далее. Этот порядок не нарушается. И поэтому пилот все время ждет чего-то, что он готов услышать. Это нехорошо и плохо. С одной стороны, это его страхует. С другой стороны, если вдруг возникает какой-то неожиданный поворот информации, так называемый weather update, вдруг что-то произошло, о чем пилоту следует знать в какой-то момент полета. Тогда, если нарушены в его представлении о том, как должна подаваться информация некие ходы, то человек может просто растеряться. А если он недостаточно владеет своим профессиональным английским, то он даже не будет знать, как спросить. Однако, на конференции очень часто звучат вопросы о том, о какого рода методы контроля разработаны преподавателями для того, чтобы узнать о том, в какой степени слушатели или студенты овладели профессиональным призитом. Методы контроля разработаны в режиме того, что представляет собой так называемый четвертый рабочий уровень. Поэтому они уже существуют. И контролируют преподаватель от самоорганизации гражданской авиации. Особенности курса с точки зрения аспектов освоения речи, как мне кажется, должны опираться все-таки на его лингвистичность. Потому что изучая так называемый язык, мы на самом деле изучаем речь. И готовые речевые структуры. Режимы преподавания авиационного английского, как мне кажется, можно разделить на стилистический, лексико-тематический, грамматико-синтестический и фонетический. Все они представлены в замечательных учебниках курса. Формирование стилистических компетенций уделяется особое внимание, поскольку телеграфный язык радиотелефонной коммуникации в составе общения все время нарушается в стиле «Main English», полнотой которого необходимо владеть для того, чтобы понимать язык радиотелефонной коммуникации. Формирование лексических компетенций включает широкие синонимические и терминологические виды. Кроме того, характеризуется еще и лексико-стилистическим сбегом. Поэтому представление о стилистических регистрах приходится отдельно внедрять сознание наших слушателей, которые, кстати сказать, живо интересуются языком после преодоления какого-то элементарного уровня им владения. Я могу лишь предъявить два самых главных режима общения. Дело в том, что коммуникация в пределах авиационной сферы регламентирована ее ходом. То есть это все время определенные ходы, которые не могут быть нарушены. Это запросы пилота и, соответственно, команды диспетчера. То есть сама коммуникация оформляет действия пилота и предшествует действиям пилота. То есть он не может нажать на кнопку, предварительно не получив разрешения на действие. То есть коммуникация предшествует любому действию пилота, именно поэтому авиационный английский настолько важен. Существует в пределах курса лексико-тематический отбор контекстов профессионального общения. В данном случае они здесь представлены. Эти контексты представлены в соответствии с технологией производства деятельности не только по профессиональной коммуникации, но и по ходу полета. Поскольку этапы полета идут один за другим, соответственно, и коммуникация оформляет определенный этап полета. То есть важность коммуникации трудно в данном случае переоценить. Как видите, огромная лексическая сфера перед нами. И, соответственно, возможности для слушателей и для преподавателей пополнить свое знание лексики. Организация грамматики осуществляется не вполне так, как мы могли бы предполагать. Грамматический материал организуется по необходимости передачи смыслов при осуществлении профессиональной деятельности, а не по подаче грамматических структур от простого к сложному. Поэтому грамматика присутствует на четвертом уровне, сразу вся, одновременно, во всех ее видах. И развлечение структур происходит только по статистическому, скорее, принципу. Что чаще нужно, то сразу и учим в наиболее сложной форме. Нельзя не отметить фонетический ажум. Я заканчиваю. Спасибо, коллеги. Поскольку радиотелефонные коммуникации осуществляются в эфире, огромное внимание в курсе удивляется развлечению аммофонов, фистичных аммофонов и так далее, для того, чтобы люди просто напросто не терялись. Я привела здесь самые простые примеры, выделила соответствующие аммофоны. Аммографы нам не так важны, поскольку вся коммуникация идет на слух. Поэтому фонетика и формирование фонематического слуха – это особая сфера деятельности преподавателя. Ну и в моих выводах, наверное, основным является то, что все-таки преподаватель, который преподает такого рода речь и такого рода профессиональный язык, должен быть лингвистом. И в нашей деятельности не может быть нюансов. Мы не можем преподавать некий усеченный язык. Тем более, что профессионалы-пилоты отвечают в огромной мере за безопасность своих пассажиров, грузов, за судьбу людей. Они в полной мере понимают это и очень хорошо относятся к деятельности преподавателей и стараются научить их к максимуму возможности. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Ирина Валерьевна. К сожалению, качество звука очень неважное, поэтому я предлагаю все-таки, если вопросы есть, общение в чате или через имейлы, а мы пойдем дальше. Но, конечно, понимание масштаба задач, которые стоят перед людьми, которые учат авиационных специалистов, наверное, не сопоставимы с теми, которыми сталкиваемся в большинстве случаев мы. Конечно, это колоссальная работа. Спасибо. Спасибо. У нас осталось два доклада. Оба подготовлены творческими коллективами. Один коллектив из Таллина. Мы слушаем Ирину Михайловну Моисеенко и ее коллегу Наталью Викторовну Мальцеву. Уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать из Талина с моей коллегой. И хочу сразу оговориться, что мы будем говорить об обучении русскому языку как иностранному. И, конечно, наши цели специальные для вас будут немножко условными, но для нас они являются специальными. Мы будем говорить об обучении школьников, гимназистов, учеников с 10 по 12 класс русскому языку как иностранному в Эстонии. И наша основная тема, наша основная проблема – это необходимость индивидуализации учебного процесса. Эта проблема осознается более остро, поскольку все чаще встречаются неоднородные по своему составу группы учащихся, которые изучают иностранный язык. У нас сложилась такая ситуация, что в одной группе могут находиться ученики с нулевым знанием русского языка, ученики среднего уровня и двуязычные учащиеся, которые владеют, по крайней мере, в устной форме русским языком как родным. Поэтому, конечно, возникают проблемы индивидуализации. Проблема связана еще с тем, чтобы представить в учебных материалах, в учебнике один и тот же учебный материал дифференцированно. И дифференцировать его по возможности, по уровню сложности и, конечно, в соответствии с когнитивными и коммуникативным типом учащихся. Как я уже сказала, что в гимназию, то есть в 10 класс, приходят ученики с разным уровнем владения русским языком. При этом нет возможности практической распределить их на группы в зависимости от уровня владения языком. К концу же гимназического этапа в 12 классе ко всем учащимся предъявляются одинаковые требования. В связи с этим необходимы такие учебники, в которых один и тот же учебный материал будет дифференцирован. Как я уже об этом говорила. Дифференцированное представление материала позволяет индивидуализировать учебный процесс. Дифференциацию учебники возможно осуществлять в зависимости от уровня языковой подготовки, особенности восприятия информации, когнитивного и коммуникативного типа учащихся и тому подобного. Такая попытка была предпринята нами при создании учебника русского языка на гимназии, который называется «Продолжим знакомство». Этот учебник был задуман как корректировочный курс, поскольку, как я уже сказала, учащиеся приходят с разным уровнем владения русским языком. При создании этого учебника мы руководствовались разными принципами, которые и позволяют, на наш взгляд, реализовать индивидуализированный подход в обучении. Теперь я хочу перечислить эти принципы. Первый принцип – учет изменившейся мотивации в изучении русского языка, в частности того, что мотивация современного гимназиста обусловлена с одной стороны ближайшей перспективой, другой стороны, отнюдь не ограничивается прагматическими ценностными ориентациями. На первое место по отношению к русскому языку эстонских десятиклассников выходит так называемый внутренний мотив. Как они говорят, «Думаю, что каждый образованный человек должен знать иностранный язык». В связи с этим в учебнике представлены разные способы повышения мотивации, оцены в коммуникативном отношении и прагматическом отношении до развлекательных форм работы. Второй принцип – это следующее. Индивидуализация процесса обучения в зависимости от уровня языковой подготовки, особенностей восприятия информации когнитивного и коммуникативного типа учащихся. Учебник содержит разные способы подачи учебного материала. Это графические и аудиотексты, рисунки, схемы, диаграммы и тому подобное. И различные способы семантизации материала. Это образец, речевой образец, модель, правила, перевод, рисунок или графическое изображение. Обязательные и факультативные задания разного уровня трудностей по выбору учащихся. И также допускаются разные формы выполнения этих заданий. Третий принцип. Принцип следующий. Включение в учебник заданий продуктивного типа, в ходе выполнения которых учащиеся создают коммуникативно значимые тексты. В рамках каждого цикла уроков сформулирована речемыслительная задача, которая направляет учебно-речевую деятельность учащихся и предполагает использование всего учебного материала, усвоенного в ходе ее решения, при порождении речевого произведения в конкретной ситуации общения. Четвертый принцип. Представление в учебнике текстов и заданий прагматической направленности, в которых язык выступает в регулятивной функции. Например, рекомендации о здоровом образе жизни, который составляют сами учащиеся с учетом своего жизненного опыта, рецепты, инструкции, в частности о том, как вести себя, если произошел несчастный случай, рекомендации по изучению иностранных языков, заполнение анкет, визовой декларации и других формуляров. Четвертый принцип. Пятый принцип. Разработка такой методической системы, которая позволила бы учащимся самообучаться и работать в подходящем для них темпе на заданном уровне сложности, а также добывать необходимую информацию из разных источников. Большинство заданий сформулированы таким образом, что требует активной самостоятельной переработки информации в предложенных текстах учебника, а также извлечения дополнительных сведений из других носителей информации. Шестой принцип. Это принцип обеспечения познавательной направленности учебного процесса. Материалы учебника способствуют расширению кругозора учащихся, в том числе и их лингвистического кругозора. Педьмой принцип. Формирование лингвосторонавической, культурологической компетенции, что особенно важно при затрудненных контактах России и Эстонии. Сюда включены и сведения о России, культурных и исторических связях Эстонии и России, других стран Европы и мира, а также о стереотипах поведения. Восьмой принцип. Включение заданий, предусматривающих саморефлексию и самоконтроль, осознание уровня своей лингвистической и коммуникативной компетенции во владении русским языком, своих отрицательных положительных качеств с целью самосовершенствования, нездоровых моментов своего образа жизни и так далее. Например, в начале учебника у нас приводится шкала по европейскому портфелю языков, и ученики могут сами, в соответствии с ней, оценить в начале изучения курса свое владение русским языком. Вот одно из таких заданий. Девятый принцип. Разработка заданий интерактивного типа, позволяющих включать учащихся в совместную деятельность, в процессе которой происходит взаимообогащение как в личностном, так и в языковом отношении. В учебный комплекс включены элементы инновационных интерактивных технологий, методики критического мышления, проблемной технологии, модульной и проектной технологии. Десятый принцип. Это визуальное и аудитивное представление части учебных материалов с учетом методической целесообразности такого предъявления. Следующий принцип. Введение в методическую систему работы, приема работы, предусматривающих обращение учащихся к интернет-ресурсам. При решении каждой речемыслительной задачи обязательно использование интернета. Учащиеся отсылаются к соответствующим сайтам. Осталось две минуты. Прошу. Двенадцатый принцип. Это учет требований действующей программы языковых минимумов и европейских стандартов обучения иностранным языкам при отборе коммуникативного и лексико-драматического материала с ориентацией на определенный уровень владения языком. Минимально это уровень B1. Классификация языковых категорий по уровням коммуникативной значимости и ситуативной обусловленности. Ну и, наконец, такой принцип, как системное представление как коммуникативного, так и языкового материала. С этой целью используем функциональный принцип отбора и презентации лингвистического материала. В первую очередь тех языковых единиц, которые нужны для реализации целей коммуникации. Отбор лексического и грамматического материала в рамках учебных циклов определяется речемыслительными задачами. Минимизация материала происходит таким образом, что языковая система представлена в полном объеме, но в миниатюре и наиболее частотными случаями. Грамматические таблицы, предлагаемые в конце учебника, помогут успешнее систематизировать изучаемые языковые явления. Учебник позволяет решать различные задачи на основе одного и того же материала. Эти задачи могут быть дифференцированы в зависимости от рецептивности и продуктивности задания с учетом индивидуальных особенностей учеников. В большинстве случаев задания имеют два варианта. Один из вариантов, ориентирован на менее подготовленных учащихся, является в большей степени репродуктивным. Второй вариант предлагается выполнить подготовленных учащихся. Такие задания, как правило, являются творческими и предполагают больший объем речевой продукции. Выбор задания на базе одного и того же текста предлагается сделать самому ученику. Я заканчиваю несколькими примерами. Например, прочитайте текст, выберите один из вариантов задания, выполните его. Вариант один, более репродуктивный. Прочитайте утверждения, выберите из трех вариантов один, отражающих содержание текста. Вариант два, какие знания и умения помогли выдержать конкурс. Там определенная девушка была, запишите не менее трех факторов. То есть вот такая дифференциация заданий. Ну, тогда я, наверное, не буду уже останавливаться на особенности представления грамматического материала. И выводы, наконец, выводы. В заключении хочется отметить, что изменившиеся условия диктуют авторам учебников новые требования. Основным из них представляется повышение мотивации, о чем мы сегодня уже говорили в изучении у нас, в нашем случае русского языка как иностранного. Это может быть достигнуто при учете индивидуальных потребностей различных групп учащихся. И просто для иллюстрации картинка нашего учебника, который называется «Продолжим знакомство». Спасибо за внимание. Если будут вопросы, мы будем рады на них ответить. Спасибо большое. Наверное, да. Вопрос у меня возник такой в плане использования русского языка в профессиональной деятельности в Эстонии. Насколько востребовано сейчас? Очень востребовано. Профессионально. Вы имеете в виду уже, когда люди... Да, когда они ваши выбор. Очень востребовано. И более того, я вам скажу, если мы возьмем какие-то объявления, то, конечно, в этих объявлениях мы увидим следующее владение языками – английский, русский. То есть востребовано. Это раз. Потом я еще не сказала, что в школьном обучении, в школьном обучении русский язык занимает вторую позицию по иностранным языкам после английского. То есть количество изучающих – второе после английского. То есть это тоже отчетка свидетельствует. Спасибо большое. Есть вопросы еще, коллеги? В таком случае спасибо большое нашим коллегам из Эстонии. Удачи вам. И наши последние докладчики – постоянный временный творческий коллектив между Московским университетом и МГИМО – Александр Григорьевич Анисимов и Марина Игоревна Павлюк. Спасибо большое, Елена Борисовна. Демонстрация будет? А как же. Глубоко уважаемые коллеги. Глубоко уважаемые коллеги, сегодня очень много говорили о языке для специальных целей. Ни для кого не секрет, что иностранный язык в современном мире, как иностранный язык вообще, мало кому нужен. Нужен иностранный язык специальности. А иностранный язык специальности, ESP или LSP, как угодно, он основывается на терминах, единицах, которые обозначают специальные понятия каждой отрасли знания. Не секрет, что 90% слов по разным источникам, около 90, которые появляются в современных языках, составляет специальная лексика. Рост числа терминов различных наук превышает рост числа общеупотребительных слов языка. Мы с вами знаем, что любая отрасль знания системна, а система понятий, которая лежит в основе каждой области знания, выражается посредством системы терминов. Следовательно, изучение языка в целом, изучение языка для специальных целей и в частности терминов, взаимосвязанные вещи. Но мы хотели бы в нашем докладе говорить не так об изучении языка для специальных целей, как о понятии масштаб личности преподавателя. Оно всегда играло очень важную роль в преподавании. Позволим себе процитировать Плутарха. Это примерно 120 год нашей эры, который говорил, что ум – это не сосуд, который нужно заполнить, это факел, который нужно зажечь. Спустя 20 веков это утверждение продолжает быть актуальным. И Альберт Эйнштейн пишет, высшее искусство, которым обладает учитель – это умение пробудить радость от творческого выражения и от полученных знаний. Вот мы вам предлагаем некий подход. Учитывая еще то, что пандемия внесла определенное изменение модели преподаватель-ученик, которая присутствует в аудитории, потому что некоторые параметры, они изменились, некоторая вот такая близость общения преподавателя-ученик утрачена. И вот мы предлагаем некий такой подход, который заключается в привнесении дополнительной информации об изучаемых терминов в процессе обучения. Когда-то, когда я была молода, это было очень давно, был такой фильм «Наука на службе у человека». Вот мы сейчас вам продемонстрируем, как наука, может быть, что она может сделать в аудитории, как можно соединить ваше научное изыскание, наше научное изыскание с преподаванием. Поговорим сначала немного о родном языке. Разве нам с вами не интересно узнать о том, что Николай Михайлович Карамзин ввел в русский язык такие слова, как благотворительность, влияние, влюбленность, впечатление, достопримечательность, занимательный, ответственность, первоклассный, подозрительность, промышленность, трогательный, утонченный, человечный и так далее. Михаил Васильевич Ломоносов, благодаря ему, русский язык пополнился огромным количеством научных терминов. Квадрат, диаметр, атмосфера, вещество, равновесие, удельный вес, градусник, а также вещество, квадрат и минус. Гоголь гордился своим выражением «не вытанцовывается», а фамилии Держиморда и Плюшкин стали нарицательными, так же, как и Маниловщина. Федор Михайлович Достоевский ввел, а еще ему принадлежит сочетание «Белой ночи». До этого это явление называли по-разному. Радищев писал о светлых ночах, карамзин их называл ясными, Куприн уже попозже называл их прозрачными. Однако только «Белые ночи» Достоевского вошли в наш с вами литературный язык. Тургенев впервые использовал слово «перспективы» не в значении прямой широкие улицы, а в переносном значении. Салтыков-Щедрин был очень щедр на оказианализмы, и многие из них оказались настолько удачными, что мы их сейчас с вами используем очень широко. Мягкотелость, головотяпство, халатность. Благодаря Антону Павловичу Чехову мы имеем слово «недотепа», а «летчик» и «изнеможденный» принадлежат Велимиру Хлебникову. Как вы видите, нам с вами необыкновенно интересно узнавать какие-то дополнительные, получать дополнительные сведения о нашем родном языке. Теперь поговорим об английском языке. Даже если мы точно с вами не знаем, из какой пьесы пришло то или иное слово, то студентам с очень большой долей вероятности будет интересно узнать, что без Шекспира данных слов не было в английском языке. Благодаря Шекспиру мы имеем слова, без которых кажется сейчас невозможно обойтись. Как вы видите, необыкновенно интересно узнавать такие тонкости и о родном языке, и об иностранном. А теперь перейдем непосредственно к изучению терминов гуманитарных наук, повышению роли личности преподавателя и о том, как наука может помочь нам с вами в аудитории. Итак, гуманитарные науки в широком смысле the humanities включают в себя все изучаемые нами с вами дисциплины. Начнем, например, с литературы ведения. Вот такой термин, light motive, который вы, конечно, все хорошо знаете. Он возник не в литературе ведения. Сейчас, в данный момент, он используется в киноведении. А возник он, вы себе не представляете. Это авторский термин, который придумал Ганс фон Вальцоген, которого даже его современники называли «ярым вагнерианцем». Он придумал этот термин для того, чтобы описывать… Он составил каталог лейтмотивов. Сначала «Кольца Нибелунга», а потом как путеводитель по другим музыкальным драмам. И его путеводители переиздавались, выпускаются к ежегодному летнему фестивалю опер Вагнера в Байройте. То есть этот термин возник как музыкальный, потом он был заимствован в литературе ведения, а потом в киноведение. Любопытно, что Томас Манн был первым, кто использовал этот термин, лейтмотив, в качестве литературного термина. Если взять дальше киноведение, то вот, собственно, сам термин «синематография» придуман братьями Люмьер, ну, собственно, вместе с кинематографом. Любопытно, что они соединили латинизированные формы греческого языка. Вот следующий термин киноведения, который вы видите на экране, блокбастер. Осталось две минуты. Спасибо. Мы сейчас им так широко пользуемся, а, собственно говоря, это термин 42-го года, который, в общем, очень мало, такой приятный был разрушение домов. Термин «байкот», конечно, более всем известный, хотя я думаю, что Чарльз Каннингем «байкот» не подозревал, что его фамилия станет нарицательной. Термин известен с 1888 года. Интересен термин «геноцид». Многие знают, что в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Менее известно, что в конвенции был впервые использован неологизм «геноцид» как преступление, нарушающее норму международного права. И автором этого термина был американский юрист российско-польско-еврейского происхождения Рафаэль Лемкин. Термин «геноцид», как вы видите, имеет греческие и латинские корни, очень легко запоминается, как уничтожение народа. Интересно, что этому термину потребовалось менее 50 лет, чтобы из авторского термина стать интернациональным, то есть совпадающим в плане выражения и в плане содержания более чем в трех европейских языках. Я не буду останавливаться на терминах «линчинг» и «этническая чистка». Это совершенно новый термин, он возник относительно недавно, в 1992 году. Очень интересная информация можно было бы предложить по поводу искусствоведческих терминов. Вы понимаете, что термин – это особое название, большинство из них было заимствовано из общелитературного языка, они прошли разные процессы терминологизации, и бывает так, что термин полностью утрачивают сему с общим языком и становится вообще непонятным для непосвященных. В частности, есть такой термин, внесенный во все словари искусствоведческие, это термин «breakfast piece». не имеет никакого отношения к завтраку, но имеет некоторое отношение к еде. Это голландская живопись XVII века, термин, известный и внесенный во все справочники и словари мира. Очень интересен термин «renaissance», который… А, извините, термин «master piece» возник в средние века, когда завершался период ученичества того или другого ученика, который учился у мастера, и этот ученик творил некое произведение искусства. Если мастер был доволен, он ставил перстнем свою печать. Отсюда слово «master piece» шедевр. Слово… Да, одна минута, и я заканчиваю. Слово «renaissance» очень интересно тем, что оно международное, вы его знаете. Возникло оно в XVI веке, создал его первый искусствовед Вазари, который писал о Боттичелле. И это был авторский термин, который прозвучал один раз в одной работе об одном художнике. А в XIX веке искусствовед Мишле заимствовал этот термин и назвал этим термином все искусство, которое пришло на смену искусству средних веков. Таким образом, хотелось бы отметить, что мы считаем, что приобретение дополнительных знаний не только повышает общую эрудицию студентов, не только повышает их интеллектуальный уровень, но делает и сами занятия, и личность преподавателя более интересными. Спасибо за внимание. Спасибо. У нас какая-то техническая накладка. Звук я включила, но с камерой ничего не... Проблема. Поэтому вы даже не говорящую голову видите, а только мой голос. Спасибо большое. Последний доклад был десертом. Наше основное блюдо состояло все-таки из тех основных направлений наших инновационных исследований, которые мы рассматривали в течение этих двух рабочих дней. И очень хотелось бы надеяться, что тот посыл, который вы получили в результате этих двух дней, еще получите на последующем заседании сегодняшнем пленарном, будет для вас не десертом, а именно основным блюдом, из которого или тех компонентов основного блюда, которые вы будете готовить дальше. Для меня общение в этой секции было невероятно интересным, невероятно полезным. Единственное, жалко, что нет общения фейс-то фейс. Ну, будем надеяться, что в следующий раз мы будем встречаться офлайн. У нас остается буквально 2-3 минуты. Если есть у кого-то из участников желание сказать одно-два слова, you are most welcome. Спасибо большое. Очень интересно все было. Настолько плодотворная секция. И вчера, и сегодня. Очень много нового для себя почерпнули. Для меня, например, очень много. Спасибо. Очень хочется поблагодарить и участников, и организаторов, конечно, за такой волшебный форум. За встречу с единомышленниками, за встречу с энтузиастами, с людьми, которые всегда-всегда на передовом крае и что-то ищут, и чего-то хотят. И технический вопрос. Я знаю, что мы все записываем. Да. Где-то можно будет посмотреть эти записи, потому что, конечно, нельзя разорваться и попасть на все. Я знаю, что многие мои коллеги выступали параллельно, и нельзя было никак послушать, хотя бы очень хотелось. Будем надеяться, что можно. Во всяком случае, записи все велись, всех мероприятий. Поэтому будем надеяться, что наша техническая поддержка обеспечит доступ на сайте конференции. Да, доступ будет. Просто сначала обработается вся информация, потом уже будет предоставлено. И если, как коллеги говорили, что они загрузят свои презентации, например, это тоже где-то будет потом ссылка на презентации по секциям, да? Ну, вот те, что просили, уже были загружены в чат Зума, поэтому пользуйтесь моментом, сейчас их можно еще скачать. Соответственно, все, что было записано, мы постараемся обработать и сделать абсолютно доступно. Спасибо еще раз. Я предлагаю все-таки в качестве единения, давайте поаплодируем всем участникам. Включим микрофон и сделаем один большой-большой шум. Спасибо вам огромное. Надеемся на будущее сотрудничества. Спасибо. 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 Спасибо.